Июнь месяц. Июнь месяц уникальное время года. Заканчивается весна и начинается лето. Силы природы в этом месяце достигают своего максимального развития. День растет и наиболее длителен в году. Июнь – время удивительных, радостных и таинственных праздников. 1 июня – День Патрики, назван в честь святого священномученика Патрики. На заре христианства он открыто облегчал заблуждение язычников и проповедовал веру в Христову. За это его бросили в кипящий источник, но он и ему не повредил. Брызги от источника опалили стоявших рядом. Святой Патрики пребывал невредимым в тех водах, как в прохладном месте и легко и восхвалял Христа Бога. Егемон повелел воинам вынуть святого из воды и секирою отрубить ему голову. Сегодня почитается память великого князя Дмитрия Дорского, защитника русской земли. С этого времени появляются первые ягоды и грибы, а на полях колосится рожь. Приметы. Прохладная погода сегодня и еще 40 дней тепла не будет. Если льет дождь, то дальше в течение месяца будет жара. Субтитры создавал DimaTorzok Защищается против микробов и бактерий, вырабатывая особые вещества, которые находятся в воде, как в нашей кругу. 2 июня, день Фалалея, назван в честь святого мученика Фалалея. Это был христианский юноша, прекрасным лицом и телосложением, с белокурыми волосами, лет 18 от роду, по занятию врач, безмездно лечивший всякие болезни. Он уже ранее бежал от мучителей христиан. Его случайно поймали вновь и стали пытать. Игимон схватил бурав, начал сам сверлить ноги мученика, но тотчас у него отсохли руки, потом пытались утопить. Он чудесным образом всплывал, был усечен мечом. Считается наиболее благоприятным днем для посадки огурцов в открытый грунт. Говорили, пришел Фалалей, досевай огурцы поскорее. А первый выросший огурец закапывали в огороде. Считалось, что в этом случае урожай будет хорошим. И наоборот, если в последствии на грядках появлялись повлекшие или желтые петли огурцов, говорили, что их кто-то сглазил. Сегодня наши предки молились богам и просили у них обильных дождей, чтобы был урожай богатый. В православной церкви сегодня отмечали обретение мощей святого митрополита Алексия Московского, известного русского чудотворца. приметы. Сегодняшний дождь предвещает декабрьские снегопады. Тыква. 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 Тыква, кстати. Огромное количество бета-каротина. Бета-каротин нужен нашей коже, нашим внутренним органам. Почему он нужен? Потому что здесь содержится витамин, вернее, про витамин А, который, из которого вырабатывается витамин А, который нужен для того, чтобы наша кожа, слизистые оболочки чувствовали себя, как бы считается традиционно для зрения полезно и для роста, Вот и для зрения, и для роста. Как морковка. Да, но вот так ее вроде невкусно. Но сейчас мы сделаем так, что ее будет есть вкусно и приятно. Итак, отвинтаж. Потрясающе. А там уже пошел стоп, да? Да. То есть ваши занятия тяжелой атлетикой пригодились? Да. Ну что ж. И, кстати, вы видите вот этот вот жмых? Да, жмых. Мы его выбрасываем. В детстве ели, сейчас выбрасываем. Вот этот жмых можно использовать в качестве маски, природной косметики. Да. И улучшать лицо, кожу лица на пяточки, чтобы пяточки не... Просто намазывать, да? Да. И следующую программу, которую я буду делать, уже специально для женщин, она будет посвящена природной косметике. Вот. Мы возьмем какую-нибудь женщину и намажем на нее, ей на лицо жмых. Да. Я буду держать руки, а Геннадий Петрович будет намазывать жмых. Я сейчас дам стакан. И как раз. Наливайте. Сок надо пить сразу же. Видите, как он быстро окисляется. Сок. 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 Ну, в общем, теперь мы за здоровье... Попробуем. За здоровье наших зрителей давайте выпим. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Да. Ну, как? Попробуем. Потрясающе. Сок. 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 Человек там, ну, будем говорить, питается неправильно, там, допустим, находится в помещении, в котором накурили, пассивное курение, все это всасывается в наш организм, жизнедеятельность его снижается. А мы ее повысим этим супом. Итак. Говорят, что именно морковь лучше усваивается с растительным маслом или вот со сливками и сметаной. Это правда? То есть не просто ее одну есть, а вот именно с этими ингредиентами. Вы знаете, так как ученые говорят, что якобы действительно это все усваивается лучше со сметаной и сливками, но я на своей практике убедился, что она усваивается прекрасно и без всяких сливок, и масла. Поэтому ее можно пить свежей, в виде без всякого яка. А я тем временем свеколку возьму. Так, о, хорошо, ну как на вкус. Так, и у нас еще шпинат. У нас свекла и у нас шпинат. Шпинат особо ценен тем, что в нем есть различные такие вот кислоты, естественные, которые вот растворяют все отложения, образующиеся. Знаешь, от чего? От чего? Оказывается, когда мы едим... Попробуем. Чем-то похож на щавель. Это щавель и шпинат одинаковый. Кисленький. Кисленький. Так вот, те вещества, которые здесь содержатся во всем этом супе, способствуют тому, что особенно кальций, который имеется у нас в пище, в том же молоке, в том же твороге, в других продуктах, во время термической обработки он становится не таким доступным биологически. И поэтому он откладывается. Где он откладывается? Он откладывается в сосудах, делая их черствыми. Он откладывается, ну, допустим, если в стенках вен, это варикозное расширение. Если в этой области, значит, проблемы будут с геморроем. Он откладывается в сердечные мышцы, тоже вызывая там неприятные такие явления. Ну, проросшим зерне так, как имеется жизнь, и она прорастает. Значит, всем процессам, которые возникли там, ну, для того, чтобы, для срастания и прочее, прочее, необходима скорость, необходима вот эта жизненность. И проросшая пшеница может их дать. 4 июня. День Василиска. Назван в честь святого мученика Василиска. Во время гонений на христиан он находился в темнице. Там его укрепил сам Господь в сонном видении, сказав ему, «Помню о тебе и не забуду тебя. А твое имя написано в списке мучеников. Перейди тех, которые с тобой взяты. Не скорби, что ты пострадаешь после них, ибо ты предупредишь многих. Память же о тебе сделаю славной во всей вселенной». Его заковали, а на ноги надели медные сапоги с гвоздями внутри. Святой помолился Богу, и вдруг медные сапоги, бывшие на ногах мученика, нездапно растаяли, как воск от огня. Вериги же спали со святого, а сухой дуб зазеленел, распростирая над святым многочисленные густые ветви свои и покрывая его тенью на большое пространство вокруг. А на том месте, где стоял святой, где земля обогрелась его кровью, потек источник воды. «Когда усекновен был Христов мученик, увидели мы, повествует святой Евстигний, которым дано в виде страшное чудо, явилось множество святых ангелов, которые, приняв душу святого, вознесли ее на небо. Господь наш Иисус Христос виден был стоящим на небе и говорящим, «Приди, добрый и верный раб мой, Василиск, войди в небесное царствие, в сон праведных, где пребывают рабы мои, взятые вместе с тобой на мучение за меня». В народе сегодняшний день называли по-разному. Васильковый день, день Василиска, день Святого Васы, Соловьиный день. Сегодня народ находился дома и развлекался шутками и интересными рассказами. А древние славяне сегодня отмечали день Ярилы, Бога природы и животворящих сил. Приметы. Если сегодня появится большое количество оводов и пауков, будет хороший урожай огурцов. Сегодня ночью соловей запел, погода будет солнечной. С этого времени в средней полосе России начинаются соловьиные ночи. О, котлетки уже жарятся, видите? Да, котлетки уже готовы. Так вот, наше состояние сознания ничего не знает одно о другом. И поэтому очень часто мы, ну, например, есть русский национальный спорт, который называется «Ну-ка, расскажи мне, что я вчера творил, когда мы с тобой вот отдохнули». Ну, потому что я-то сам не помню. Или там «я в жизни бы не сделал вот этого сам бы, ну, никогда в жизни не сделал». Поэтому разные привычки, я немного упрощаю ситуацию, но все-таки могут находиться в разных портах. Прикреплены могут быть к разным портам. А коммуникация между ними слабая. Точно так же к разным портам прикреплена память. Например, если студент готовится к экзамену, или вы готовитесь к ответственному собеседованию, при этом очень нервничаете, а потом приходите, что-то уже усталость, успокоились. К сожалению, знания и эмоции могут остаться в том порту. И не сработать. Или наоборот. Вы спокойненько готовились дома, а потом пришли, что-то разнервничались. Вот наступает типичная студенческая ситуация, сплошь и рядом. «Нет, я же учил, ну я же учил, ни хрена не помню». «Ну я же, вот как бы уже я учил. Можно пробовать?» «Ну-ка, попробуйте». «А я бы сметанкой, нет?» «Сметанкой?» «Или нельзя?» «Сейчас». «Мне кажется, что вот прямо на сюда так традиционно бросится». Сегодня я буду рассказывать о том, как приготовить пищевое средство, которое будет укреплять наше сердечко. Очень много людей сейчас страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. 5 июня, День Леонтия, назван в честь обретения мощей святителя Леонтья, бископа Ростовского. Он был уроженцем города Киева, хорошо знал греческий язык, обучался в Печорском монастыре под руководством преподобного Антония. В дальнейшем был возведен еще при жизни великого князя Ярослава на ростовскую кафедру. Успешно занимался просветительской работой среди язычников. Святые мощи святителя Леонтия были открыты нетленными в 1164 году. В народе Леонтия называли коноплянником, поскольку это один из самых удачных дней для посева конопли, которая у наших предков была очень почитаемая. Ведь из нее изготавливали одежду, масло, обувь, ткани, нитки, веревки и даже лекарства. Семена конопли для посева нужно было сложить пасхальное яйцо, а при посеве по полю следовало разбрасывать скорлупу и приговаривать. Коноплю сей и на рябину гляди, коли цвет в круги, то конопли долги. Приметы. Огурцы, выслеженные сегодня, лучше всего подходят для засола. Зацвела рябина, будет богатый урожай конопли. Сегодня я буду рассказывать о том, как приготовить пищевые средства, которые будут укреплять наше сердечко. Очень много людей сейчас страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, постоянно какая-то дряблость, постоянная дряхлость, и не дает человеку полноценно, полнокровно себя почувствовать. Особенно касается лиц пожилого возраста. С помощью чего можно укреплять сердце? Конечно, не с помощью таблеток, а лучше всего с помощью, естественно, пищи. Но встает вопрос, а с помощью какой пищи? Конечно же, с помощью проросшей пшеницы. Потому что для того, чтобы сердечко наше работало, необходимы витамины группы В. Будут витамины группы В, причем полноценные, значит, это уже 70% того, что наше сердце будет работать великолепно. Далее, нашему сердцу нужны углеводы. Откуда их взять? Не из сахара, и даже не из меда, а лучше всего их взять из абрикос. Абрикосы в это время бывают только сушеные. И они содержат огромное количество различных веществ, особенно калия, которые поддерживают сердечную мышцу, сахара, которые ее питают. Вот. Значит, можно использовать абрикосы. Но встает вопрос, а какие именно абрикосы? И вот смотрите, я здесь нарочно выложил раз, два, три, четыре вида различных абрикосов, чтобы показать и сравнить, с чем они хороши. Вот смотрите, вот эти вот абрикосы, они очень хороши, так смотрятся, но они без косточек, и они такие блестящие, красивые, и даже, можно сказать, несколько жирноватые на ощупь. Это говорит о том, что они обработаны неким консервантом, который их прекрасно сохраняет и придает им такой хороший вид. Естественно, для целебной кулинарии они не подойдут. Просто-напросто. Зачем нам нужны консерванты внутри нашего организма, которые могут тоже сердце наоборот загубить. Поэтому мы их отлаживаем в сторону. Дальше, второй сорт. Видите, они несколько поменьше, но также мягкие, такие же красивые. И это говорит о том, что они обработаны опять-таки особым веществом, которое сохраняет эту красоту, вот все эти качества. Но, тем не менее, оно, это вещество, проникает внутрь абрикос, что не дает им, так сказать, портиться и красиво выглядит, позволяет. Естественно, когда мы их будем употреблять, все это пойдет внутрь нашего организма и надо будет выводить эти вещества наружу. Что-то они сделают положительно, а что-то, увы, повредят, поэтому они тоже не подходят. Другой вид абрикос сорт, это уже, видите, такие погрубее, с косточками, нужные организму углеводы. и так пробуем скоро. 6 июня, день Симеона, назван честь преподобного отца Симеона Дивногорца. Его матери было видение, что она зачнет сына и назовет его Симеоном. Он будет вкушать молоко лишь из правой груди твоей, левой же совершенно не прикоснется. Он будет сына в деснице, не будет вкушать ни мяса, ни вина, никакой другой снеги, приготовленной с искусством рукой человеческой. Пищу для него будет лишь хлеб, мед, соль и вода. Ей надо с большим вниманием воспитывать его как сосуд святой. В народе считалось, что с этого дня начинается настоящее лето, а в церкви почитали память Симеона Столпника, чудотворца. Он в течение 45 лет жил на столбе, расположенном на дивной горе около Антиохии. За свою жизнь совершил много весьма удивительных чудес. Начинал свистиший полник. Его наши предки считали символом красоты и молодости, а также олицетворением настоящей любви. К нему ходили, чтобы успокоить душу и избавиться от печальных мыслей. Для того, чтобы дети побыстрее избавлялись от разного рода страхов, поступали следующим образом. Как только расцветал шиповник, старушки усаживались под ним вместе с внуками и рассказывали им сказки. Ценили шиповник из-за его целебные свойства. С его помощью лечили раны и простуду, чистили кровь. С помощью отвара корней шиповника дробили почечные камушки. Старались пить вкусный и полезный чай из его плодов. Молодые девушки умывались водой, которая была настойна на шиповнике, чтобы сохранить здоровье и привлекательность. Приметы. Если идет дождь сегодня, будет много грибов. Если сегодня цвет шиповника пахнет сильнее, чем обычно, надо ждать дождя. у нас получилось вкусно целебное блюдо, которое можно использовать для укрепления своего собственного сердца. Также оно будет великолепно стимулировать работу желудочно-кишечного тракта, никаких запоров. Это уже великолепная предпосылка для оздоровления как нашего сердца, так и профилактики онкологии, так и для того, чтобы человек более мощным себя чувствовал. Это же великолепное блюдо в тёплом виде, хорошо отгонит с конституцией ветра, которые постоянно мёрзнут, им холодно, сушится организм, всё это будет противостоять, плюс поднимает потенцию, плюс укрепляет женский организм. Это блюдо лучше всего есть курсами. А именно, ну допустим, вы будете его кушать каждый день по две таких вот котлетки в течение двух недель. После делайте перерывчик с недельку и дальше повторяйте. И особенно его хорошо использовать, знаете, когда? Сердце наиболее слабо у нас в январе. Поэтому в январе вот эти вот котлетки должны у вас быть постоянно на 100 лет. И дальше в марте, апреле, когда испытывается витаминный голод. Недостаток витаминов. А вы как раз свой организм будете подкармливать полноценными витаминами. Это большое дело. Можно, конечно, сверху немножечко мёда добавить. Это уже для деток, чтобы у них им было и вкусно, и приятно, и полезно. То, что можно по-всякому попробовать. Кстати, давайте я действительно добавлю немножечко мёда. И это будет к тому же очень вкусно, когда мы с вами добавим ещё мёда. Смотрите, много мёда не надо. Добавляем вот так вот. Вот, хорошо. Теперь на эту добавим. Это хорошо используют для детей. И кстати, если говорить о совместимости продуктов, то смотрите, когда мы проращиваем в зерно, оно у нас превращается из крахмала в солодовый сахар. Это уже целая ступень пищеварения уже здесь пройдена, то есть облегчается пищеварение. Здесь уже у нас нет крахмала, а раз имеется солодовый сахар, то мы с углеводами смешиваем, которые у нас имелись в абрикосах. Такие быстро усваиваемые углеводы. Вот, и мёд, также углевод. Поэтому получается, что здесь клетчатка и легко усваиваемые нужные организму углеводы. Итак, пробуем с углеводом. Богатый составный элемент делает огурец незаменимым в питании больных сахарным диабетом. Поэтому больные сахарным диабетом второго типа берите это надо 7 июня Иванов день. Назван честь перенесения головы Иоанна Крестителя в византийскую столицу около 850 года. Иоанн предсказал приход Спасителя на землю. Сам крестил Иисуса в водах Иордана. Предсказал он и смерть Иисуса Христа во имя веры. Жизнь Иоанн вел очень строгую, никого не боялся, обличал грешников и проповедовал христианскую веру. Так он обличил царя в грешной жизни, который отнял супругу своего брата и женился на ней. За это ему отрубили голову. Согласно наблюдениям наших предков сегодняшнего дня начинались медведяные росы, которые очень вредны. С современной точки зрения медведяна, мучнистая роса, представляет собой сладкие выделения червей и тли, которые питаются соками растительности. Отсюда поговорка «медвяная роса ржавыми ведает, сладко стелится, да больно выедает». Причем вред распространялся не только на растения, но и на животных. Выпала медовая роса, моровая на скотину пошла. Чтобы уберечь домашних животных, их проводили через пепелище от костра. Что касается обычной утренней росы, то ее очень почитали. В старину под нее клали различные травы, лекарственные коренья, корешки, приметы. Обильная роса сегодня утром будет солнечный и теплый день. Если росы нет, то после обеда возможен дождь. Земля сырая, хорошим урожаем хлеба и наоборот. К ухудшению погоды, если роса появилась после захода солнца, а под утро исчезла. Сегодня мы поговорим на целебной кулинарии о таком распространенном овоще, как огурец. И узнаем, а в чем его заключаются полезные свойства. И вы знаете, еще древние указывали, что лучший огурец это огурец, выращенный в поле. Вкус его сладкий и вяжущий указывали они. Свойства холодны и влажны во второй степени. Что это значит? Это значит, что лучше все-таки его есть в теплое время года. Но тем не менее, он и полезен будет, особенно его сок и в прохладное время года. Действие значит, его на жизненный принцип таково. Он увеличивает слизь, уменьшает ветер и желчь. И кстати, древние говорили, что он вылечивает кашель, который возникает вследствие жара. То есть, он его усмиряет. Действительно, есть кашель от жара. Так вот, чтобы его убрать, надо, естественно, охладить организм и вывести вот эти все эти токсины, которые от него возникают. Значит, он уменьшает жар, мы уже знаем, выводит желтую желсть, делает обильную мочу и помогает при язвах почек и мочевого пузыря. Вот так вот древние указали. Все это происходит по той причине, что огурец содержит большое количество структурированной воды. Но из-за этого он сильно охлаждает организм, что может привести к холодной форме лихорадки. Его вредное действие устраняет мед. Богатый состав микроэлементов делает огурец незаменимым в питании больных. И у вас все будет получаться. Великолепный сок получился, потому что пропорции по-доброму правильно. 8 июня день Карпа назван в честь святого Карпа апостола из 70. Он был последователем и слугой святого апостола Павла. Карп потрудился проповедуя Евангелие Христово и на острове Крити. Здесь он принял в дом свой святого Дионисия Ареопагита и видел Господа явившегося ему в видении в то время, когда Карп просил его предать казни двух грешников и слышал голос его, возгласивший «Мучь меня еще, ибо я готов еще раз пострадать и быть распятым ради спасения людей». В этот день обязательно отправлялись на рыбалку, так как считалось, что в этот день клюет Карп. В православной церкви сегодня почитали память Карпа. В народе Карп стал почитаться потому, что его имя созвучно с названием вида рыб Карпа Сазана. Рыболовы молятся Карпу о хорошем улове. В этот день в дом приглашали печника, который осматривал печь и при необходимости делал ремонт. А после работы мастера обязательно угощали караваем. И еще один ломоть каравая сегодня обязательно клали за печь. Это делалось для того, чтобы покормить домового, которого побеспокоили во время печного ремонта. Вообще к печникам относились с большим уважением, поскольку от их работы зависело, насколько тепло и уютно будет в доме зимой. Сегодня оставили домашнюю посуду, горшки, плошки, подцветущие кусты шиповника. Считалось, что цвет шиповника помогает избавить посуду от неприятного запаха. Люди ценили время цветения шиповника и старались подышать его ароматом для укрепления здоровья. Что касается садовых работ, то сегодня можно удалять ягоды крыжовника и черной смородины, если они поражены огневкой. Приметы. Сегодня много комаров, последняя декада июня будет теплой и, возможно, дождливой. Хороший урожай щавеля к теплому лету. Старину говорили, что сильный рост на карпа к хорошему урожаю. Кстати, я уже несколько раз рассказывал, что такое вообще сок. Само по себе любое растение, как и наш организм, защищается от воздействия вредных грибков и микробов иммунитетом. Этот иммунитет имеется в нашей крови, что немаловажно. Так вот, в соке любого растения содержатся вещества, которые подавляют жизнедеятельность любых бактерий и грибков. Если бы этого не было, то что получалось? Грибки и бактерии бы его сразу же сожрали, а так нет. И когда мы пьем этот сок, то мы с вами укрепляем свой собственный иммунитет. Это очень и очень хорошо. Хорошие результаты при регулярном употреблении агуричного сока в сочетании сока морковки и салата наблюдаются при многих кожных заболеваниях. А почему это происходит, можно спросить. Да потому что кожа, когда у нас не справляется кишечник и почки, начинает кожа работать как орган, выводящий различные шлаки из организма. Естественно, так как кожа к ним не приспособлена, она начинает страдать. И у нас начинают возникать различные заболевания. Кстати, давайте сделаем сок из салатика. Зеленый салат у нас есть в листочке. Листовой шпинат, конечно, отдавится, сок с него получается, но не так, как хотелось бы. Конечно, лучше всего такая соковыжималка работает с такими водянистыми овощами. Итак, мы с вами берем нарезаем. Вот. Салат, листья салата включаем. И начинаем нарезать. нормально. Нормально. Итак, мы с вами сделали теперь смесь соков морковка, огурцы и салата. Пробуем. Так как эти соки очень сильно ощелачивают наш организм, то как раз они растворяют вредные кислоты, способствуют их Божие лучшему выведению из организма. Простое блюдо для укрепления своего собственного организма, особенно сердечно-сосудистой системы и особенно своего собственного сердца. 9 июня, день Федоры, назван честь святой мученицы Феодоры. Она происходила из благородного и честного рода. была христианкой. Ее отдали в блудилище, чтобы осквернить. Но пришел крепкий телом христианин по имени Дидим, чтобы защитить ее от поругания. Они переоделись, и Феодора ушла в мужской одежде, а Дидим остался. Узнав о подлоге, Дидима повели на казнь. Святая Феодора узнала об этом, пошла за святым мучеником Диодором и первая преклонила свою голову под меч. Начиная с этого дня собирали цветы тысячелистника для приготовления лекарственных сборов. В народе Феодору называли острый на язык. В этот день запрещалось женщинам болтать друг с другом, чтобы не накликать большую беду, потому что слухи или сплетни, появившиеся в этот день, обойдут всю деревню, и все жители села узнают новость. Соры также пресекались, потому что Феодора за углом норовит узнать о худом. Немели сегодня из избы верили, что домовой забирается под веник, его можно вымести вместе с сором, и тогда некому будут охранять семью от бесовщины. Домового сегодня старались задобрить, для этого за печку бросали несколько монет и надеялись, что в будущем получат хорошую прибыль. Приметы, если на восходе солнца очень душно, будет дождь. В этот день не убирали в доме, боялись потревожить домового. И вот у нас, смотрите, какие абрикосы, сушеные. Вот это по-настоящему сушеные абрикосы, видите, какие они, о! Ничем они не обработаны, они высохли сами по себе. И вот именно их мы и будем использовать. Видите, они даже ломаются, как камушки. Для того, чтобы использовать, мы их должны размочить. Поэтому делаем подготовочку следующую. Берем абрикосики, помещаем в посуду и заливаем хорошей водой. Залили и оставляем на ночь. Просто-напросто раз поставили на ночь. За ночь они набухают. Видите, становятся вот такими вот. Их нужно размельчать. И именно их мы будем использовать. Водичку мы слили. и у нас с вами получились вот такие вот красивые абрикосы. Смотрите, насколько они увеличились в своем размере. Кот замечательный. Когда сижу на нуле, пешочком хожу по городу. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Без всякого стеснения и умопромочения. 10 июня. День Никиты. Назовем честь преподобного отца Никиты епископа Халкидонского. Он был весьма милостив к нищим, питал альчных, ноги их одевал, странников принимал свой дом и забудился. Был отцом-сиротом, с наступником-вдовицем и спасителем для всех обидимых. Активно боролся против ерести иконоборчества, обличая неправославные догматы, увещевая всех с благоговением поклониться иконе Христа Господа и Его Пречистой Богоматери, а также иконам и всех прочих святых. Народи Никиту называли гусятником и молились ему, чтобы он защищал от хищных птиц, часто крадущих гусят со двора. Существовало еще одно название этого дня – полудница. Это был особый вид духовных существ, очень похожих на обычных женщин. Полудницы были красивыми и летали над полями в жаркие летние дни, чтобы завлечь мужиков, работавших в поле. Любовными утехами они могли измучить мужичка и лишить его мужской силы. Если сегодня мужчина видел летающую над полем женщину, то ему нужно было зажмуриться и произнести «Господи, спаси меня от соблазна!» Нельзя было сердить полудниц, иначе они могут высушить поля и лишить людей хорошего рожая. В это время начинает рожь колоситься, а также появляются первые грибы, которые называют колосовиками. В связи с этим сегодня специально посылали в поле беременных женщин, чтобы ребенок мог обрести крепость сравнимую с молодым колосом. Существовало поверье, если роды сегодня произойдут на хлебном поле, то они будут легкими, а ребенок родится здоровым. Приметы тихий погожий день предвещал хороший урожай. Мою посуду, сам помогаю женке, кипячу воду, заливаю в чайник, то есть в термос, она видите отдыхает, отдыхает, надо беречь своих любимых. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ведущий Геннадий Малахов. 11 июня – день Феодосии, назван честь святой мученицы Феодосии. Ей еще не было и 18 лет, когда за беседу с христианами ее подгвергли лютым мучением. Ребра и сосцы были изрезаны железными ногтями, мясо сошло с нее до костей, потом мученицу Христову, еще живую, с радостным лицом, терпевшую мучения и гемон, приказал утопить в море. После утопления в море была извлечена ангелами из воды на сушу живую, и ходила святая, нося на руках своих камень, привязанный к шее ее. Потом святая была вновь пленена язычниками и приведена в судилище. Ее приговорили на сидение диких зверей, но она пребывала совершенно невредимой от них. После приказали усечь мечом. Во время усекновения святой видели голубицу, вылетевшую из уст сиявшую как золото и возносившуюся к небесам. А когда наступила ночь, святая мученица явилась к родителям со многими другими святыми девами. Она была облечена в одежду более белую, чем снег. В ее руке был золотой крест, а на голове венок. Святая Феодосия сказала родителям, вот видите, сколь велика слава и благодать Христа моего. В это время наливаются жито и рожь. Народе говорили, если Феодосия колосятница пришла, значит рожь зацвела. Вообще сегодняшний день считался несчастливым. Говорили, день Феодосии стоит один всех понедельников. Сегодня старались не выходить на улицы без особой нужды. Приметы. Много ржи, значит и много грибов соберешь. Детям сегодня запрещалось играть, прыгать. Мол, сейчас земля тяжела и если скакать по ней будет несчастье. пели песни солнце солнце блесни в оконце дай овсу роста чтобы до небес дорос матушка рожь стала бы ты стеной сплошь. Так привлекали хороший урожай. При ожирении а также при гипертонии помогает этот сок огонечный и больным с удобными заболеваниями. Почему? Потому что в нем содержится легковоусвояемый дед. 12 июня день Исаакия назван честь преподобного отца Исаакия исповедника. Во время императора Валента стали закрывать христианские храмы. Возникла ирис, что веру христианскую надо соблюдать иначе. Блаженный Исаакий, подражая святому или и пророку, проводил жизнь подобно ангелу. Однако узнал о гонении, поднятым арианами на церковь Божию, оставил пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утверждать верующих во благочестие и Дух Божий почивал на нем. Обычно не заканчивают проведенных посевных работ, поскольку этот день знаменует начало лета. Сейчас зацветает калина, а также роятся пчелы. В народе этот день имеет несколько названий. День Еремея, который заканчиваются посевные работы, змеиный день, поскольку в природе начинались змеиные свадьбы. Змеи сплетались в клубки и были очень агрессивны. Существовало поверье, что убивать змей не следует, мол, змеиные сородичи обязательно будут бстить этому человеку. У славян была поговорка «Не ходи сегодня в травы, не тревожь лесные чаще, не пытай судьбы». В древнеславянской Руси было широко распространено убеждение, согласно которому змеи связаны со многими растениями. Змея может влиять на растения, а растения на змею. Например, маленький корень мог прогонять змей, поэтому его часто носили ладанки. Если разбросать веточки руты на опушках леса, то змеи не будут кусаться. Змею простого народа вызывали не только страх, но и уважение. Не только восточной, но и в славянской медицине использовали змеи для лечения. Например, вытопленное сало змея помогало при рождественном воспалении. Змеиную кожу прикладывали к нарывам. Если человека кусала змея, то знахари пробовали нейтрализовать действие яда с помощью трав. Крани прикладывали изжеванную медуницу, ужовник, тертый корень конского щавеля. Приметы. Если пауки плетут паутину, ожидая переменной погоды. Потребление смеси огуречного и морковного сока благоприятно влияет при заболеваниях, которые являются следствием задержания в организме мочевой кислоты. А их очень много. Начиная от подагры и кончая отложения в этих камушках мочекислых и в почках. И знаете, кристаллики могут даже быть в сердечной мышце. Итак, мы с вами сделаем простейший сок. Возьмем огурец, возьмем морковочку и сделаем сачок. Итак, включаем. У нас с вами получился морковно-огуречный сок. Вот он какой. Сейчас попробуем. Значит, пропорция какая его может быть? Так как огуречный сок довольно-таки слабенький, послевоздействие на организм, то его можно сделать один к одному с морковным соком. Вот у нас получился морковно-огуречный сок. Но для того, чтобы усилить его действие, мы с вами к нему можем добавить свекольного сока. И действие его намного усилится. Но тогда пропорции, смотрите, если мы берем морковный сок и сок огуречный можно брать пропорции один к одному, то если мы берем свеклу еще, то пропорция должна меняться. А именно, одна часть свекольного сока должна приходиться на 5-6 частей морковно-огуречного сока. Потому что свекольный сок он очень сильный. Но зато, когда мы его прибавляем к этому соку, он значительно ускоряет оздоровительный процесс. Итак, прибавляем. Вот, у нас получилась совершенно иная теперь пропорция и сок по силе. Этот сок более будет лучше, более мощнее действовать на организм. вот, попробуем его. Но пить его надо осторожно. Начните всего лишь на всего с одного глоточка. Посмотрите, как его усваивает ваш организм. Нет ли никаких отклонений, потому что сильная реакция была. И дальше тогда потихонечку добавляете. полно вам люди себя сквернять недозволенной пищей, а видей. 13 июня, день Ермия, назван честь святого мученика Ермия. Ермия в прошлом был воин, христианин. Он уже был стар, когда его стали заставлять поклониться языческим идолам. За отказ его бросили в печь. Спустя три дня раскрыли печь, но нашли святого живым и невредимым, прославляющим Бога, ибо огонь не прикоснулся к телу его. Затем позвали Волхва, который дал ему отраву. Ерем ее выпил и остался здоров. Волхов, видя это, сам принял христианство. В итоге обоих обезглавили. В народе этот день называли распрягальником, так как заканчивались посевные работы. Говорили распрягальник, севу край, коня распрягай. Интересно отметить, что 14 мая в народе отмечали день Еремия Запашника, начало посевных работ, а сегодня праздновали день Еремия распрягальника, окончание. По этому поводу говорили. Еремий сев начинает, Еремий и заканчивает. Сегодня опрыскивали плодовые деревья от садовых вредителей. Приметы. Если сегодня ночь теплая, будет урожай овощей. Если сегодня утром стоит туман, грибному лету. Если сегодня идет дождь, урожай будет слабым. А сейчас мы с вами поговорим о соке ротца. Его отжимают всегда, когда есть свежие огурцы. Конечно, лучше всего это делать в теплое время года, но тем не менее можно есть и сейчас. Огурцы, как мы уже знаем, являются лучшим мочегонным средством. Он улучшает аппетит, обладает желчегонным, слабительным действием, способствует растворению, что немаловажно, мочекислых солей. Потому что огурец очень хорошо ощелачивает наш организм. А когда слишком много человек потребляет мясных продуктов, наоборот, происходит закисление и начинает выпадать кристаллы и чем их растворить. И оказывается, лучше, чем щелочной сок огурца, ничего не придумано. А благодаря тому, что в нем слишком много кремния и серы, он улучшает рост волос и ногтей. делает более здоровой и красивой нашу с вами кожу. В огурцах содержится много калия, натрия, кальция, фосфора и хлора. Потребление смеси огуречного и морковного сока благоприятно влияет при заболеваниях, которые являются следствием задержания в организме мочевой кислоты. А их очень много. Начиная от подагры и кончая отложения в этих камушках мочекислых и в почках. И, знаете, кристаллики могут даже быть в сердечной мышце. Обладающая таким красивым вкусом, что ее будут охотно пить и взрослые, и дети, и пожилые люди и получают только облегчение. 14 июня, день Иустина. Назван в честь святого мученика Иустина философа. Он получил образование, но продолжал искать правду жизни. Иустин повстречал старца, который воспламенил его дух стремлением к Богу. Размышляя о словах старца, он познал, что возвещенная старцем философия единственная истинная. После этого Иустин начал читать пророческие и апостольские книги, и от них стал действительно философом, то есть истинным христианином. Был отравлен врагами веры. Старину день этот называли по-разному. Устин, Устин и Харитон, Устинов день, брусничные губы. Об этом не говорили так. Устин, мужик, май с июнем перегораживает. Обычно в конце второй летней недели внимательно следили куда дует ветер. Так восточная сторона предвещала поветрие, а северо-западная порчу погоды. В случае чего наши предки закликали ветер, который был очень важен для роста хлеба. Примечали и восход солнца. Если он происходил на чистом небе, то ждали уже налива хорошего. Если утро было пасмурным, к доброму урожаю конопли и льна. Девушки вечер проводили наедине с любимым, чтобы семейное счастье стороной не прошло. Если же возлюбленный был немил, то втыкали сорванную ветку ивы между следом нелюбимого и своим. Приметы Красное утро значит и налив ржи будет хорошей. Утренняя радуга к дождю. При зацветающей ржи как сезан клюет особенно хорошо. Итак мы с вами сделали теперь смесь соков морковка, огурцы и салат. Пробуем. Так как эти соки очень сильно ощелачивают наш организм, то как раз они растворяют вредные кислоты, способствуют их более лучшему выведению из организма. у нас просто напросто знаете получается структурированная вода щелочная по своим свойствам которая хорошо растворяет вредные отложения быстренько выводит их из организма и за счет этого наша кожа получает передышку и начинает восстанавливаться. В результате многие кожные заболевания проходят потому что они вызваны именно тем что наш организм перестал нормально работать. Кстати а вот сок огурца с медом его можно использовать при различных заболеваниях верхних дыхательных путей. При этом употребляют по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Давайте сделаем и этот сок. Мы с вами просто-напросто берем огурчик освободим кружечку берем огурчик выдавливаем с него сок вот у нас получился сок теперь добавляем сюда мед мед добавляем по вкусу слишком много надо но тем не менее размешиваем я думаю получается такая хорошая приятная жидкость обладающая таким красивым вкусом что ее будет охотно пить и взрослые и дети и пожилые люди и получают только облегчение при этом простудные заболевания у них будут отступать что немаловажно и кстати он оказывает выраженное бактерицидное действие потому что мы сюда добавили мед пробуем отлично отлично вы знаете я много соков пробовал но вот это действительно получается какой-то божественный на вкус здесь имеется небольшая такая кислинка здесь появилась сладость 15 июня день Никифора назван в честь святого отца Никифора исповедника патриарха цареградского он был святой ветвью от святого корня от сосов материнских воспитанный в благочестии взращенный в добронравии и наставленный на богоугодное житие юность провел целомудренно в великом воздержании был исполнен премудрости внешней и внутренней мирской и духовной изучил в совершенстве не только книги эллинских любителей мудрости но и божественное писание этот день имеет интересное название вьюнь зеленый оказывается в этот день девушки плели венки из вьюна на счастье и в этом был глубокий смысл делать венки значит плести свое будущее хорошими мыслями вечером водили хороводы неженатые мужчины состязались в силе и ловкости также украшали дома веточками из березы на столе сегодня должен был обязательно быть свежеиспеченный каравай он являлся олицетворением солнца богатства и благополучия приметы если с самого утра солнце находится в небольшом тумане или дымке погода будет тихой и теплой дождь пошел будет хороший урожай конопли и льна отлично отлично кстати великолепный вкус и важно отметить что такой сок еще улучшает память он препятствует развитию атеросклероза успокаивает и укрепляет нервную систему сохраняет свежесть и тонус кожи за счет чего он все это делает а за счет того что сразу же структурированная жидкость которая здесь имеется быстренько поступает к нам в кровяное русло она очищает печень она очищает почки она делает желчь более текучей и естественно идя по сосудистому руслу она начинает его промывать растворять различные отложения и вымывать их быстренько из организма вот поэтому у нас улучшается проницаемость вернее доставление крови к головному мозгу а раз кровь хорошо поступает к головному мозгу у нас исчезает старческая слабоумия и важно отметить я уже до этого говорил что действие огуречного сока он сам по себе видите зелененький а зелененький сок вообще зеленый цвет способствует тому что он успокаивает снимает различные воспаления в сочетании с другими соками он усиливает свое воздействие то есть становится более сильным более мощным например его можно пить с яблоками и сейчас мы с вами сделаем яблочно-огуречный сок здесь примерно пропорция должна быть такая можно пополам напополам а можно один к двум то есть две части сока яблок и одна часть сока огурца и получится я думаю очень вкусный у нас с вами сок и так делаем этот сок опять мы с вами ставим у нас это уже сок огурца есть теперь мы сюда добавляем только яблоки и попробуем что у нас получилось за смесь я в основном чаще всего использую морковный сок в качестве основы яблочный сок в качестве основы вот добавляю к ним сок свеклы а вот с огуречным соком я практически не работал и мне сейчас очень интересно а какого вкуса у нас получится сок и смотрите пенка пенка у нас как раз такая зелененькая это говорит о том что здесь вещества еще не успели окислиться такие как железо биологически активное и другие поэтому его надо пить сразу же и так пробуем говорить мы сегодня будем о синяках не потому что бьет меня кто-то а потому что часто люди замечают что даже забыли откуда поставили синяк 16 июнь день лукилиана назван честь жития и страдания святого священномученика лукиана названный родителями лукием то есть блестящим с умножением в нем божьих дарований приобрел он совершеннейшее имя нарекшись лукианом что значит светлоявленный это было указание что в свете новой благодати он будет светом миру о господи преклонной старости был пойман отказался поклониться ложным богам за это был жесток обид а потом усечен мечом в народе этот день прозвали днем лукиана ветренника оказывается в это время достаточно часто и регулярно дуют сильные ветры по направлению силы ветра наши предки определяли погоду на ближайшие дни и месяцы так южный ветер предвещал хороший урожай яровых северо-западный дождливое лето восточный ветер болезни северо-восточный сильные ветра приметы если вихр медленно поднимается к небу с земли и долго вращается в ближайшие дни жди хорошую погоду прорывной дождь в этот день предвещает урожай грибов вопрос только как у нее есть я уверена что многие ее любят и верят и знают про ее пользу в морсе могут но морс тоже во-первых термообработка о которой мы говорили во-вторых там такая сладость она конечно вот лично у меня вот я сладкая редко ем сегодня выпил молочный коктейль сладкий магазинный у меня прям пленка в горле стоит то есть вот этот сахар как-то прям он прям мешает мне сахар сушен да вот вопрос как сделать эту клюкву вкусной ну вот правда как ее сделать вкусной и вот для этого и для этого как раз и существует наша целебная кулинария для того чтобы вот этот полезный продукт мы съели и получили из него вкусное блюдо вкусное и полезное блюдо которое будет укреплять наши сосуды итак мы с вами примерно взяли грамм 100 150 может даже 200 да клюкву сразу витамин 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 который будет укреплять наши сосудики десны сделать хорошую теперь мы берем всю зелень да теперь мы берем зелень так тут осторожненько что тут какая-то леска есть опа есть съедим мы сразу вот столько зелени я сразу да я буду целый вечер тяжеловато подтягивать да а вот в нашей целебной кулинарии мы это все те кто смотрит нас сейчас первый раз они наверное в шоке что это когда они закладывают в блендер зелень зелень причем какую зелень петрушку укроп они бы еще киньс туда положили то есть то что едят с окульсами помидорами и смотри мы даже можем с тобой добавить корочку цедру да она мытая дайте она мытая а не будет ли кислые клюквы это кислые а мы сюда добавим еще меда для того чтобы у нас это все не было кислым это чесненько давай это мы сюда да можно можно все тогда помыть пожалуйста готовим дайте я тем кто впервые на нас смотрит скажу вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить какая вкуснятина получается Геннадия Малахова когда он делает свои фирменные смузи вот все что сейчас полезного и для сосудов и для иммунитета вот оно здесь все есть но просто это взбить в блендере мало должна быть основа и это основа кисломолочный жидкий напиток но я вот каждый раз когда покажу Геннадия Малышенко давайте на вяженки вот такая вкусная давайте вяжем но можно и на кефире можно на кефире люди наблюдатели замечают что даже забыли откуда поставили синяк просто надеваем какие-то уже такие летние какие-то маечки смотрю здесь синяк здесь синяк откуда они берутся 17 июня день Митрофана назван в память святого отца Митрофана патриарха Константинопольского по воле императора Константина Митрофан стал первым патриархом Константинопольским ведя богоугодную жизнь он обладал даром прозорливости предсказал кто будет последующим патриархом хотя он и не был на соборе в Никее но послал своего человека выступить против арианской ереси прожил долгую жизнь 117 лет ныне святой пребывает в бесконечной жизни в народе этот день называли Митрофан навозник и все потому что навоз был залогом будущего урожая и сегодня на Митрофана нужно было обязательно удобрить землю без навоза батюшки не жды хлеба от земли матушки подмечали что сегодня лен вырастает день тем силен что вытягивает лен начиналась русальная неделя за которой следовал день Ивана Купалы приметы если в этот день дождь то он продлится весь день и будет много грибов оказывается что такое действительно синяки это проблемы с сосудами почему-то наши сосуды становятся хрупкими и естественно любой какой-то толчок они начинают ломаться кровь выходит и получается лимотулочка которую мы видим в виде синяка так вот оказывается в чем же проблема проблема опять-таки в нашем питании для того чтобы наши сосудики были эластичными чтобы они были такими молоденькими и хорошо пропускали кровь оказывается должны в пище содержаться два основных вещества витамин рутин и витамин С которые вообще дают нам крепость в нашем организме и если их не хватает то и наблюдаются вот эти вот потрясающе послушайте есть же такие синтетические витамины которые продаются в аптеках бог с ними как они называются смысл в том что в составе именно этих поливитаминов находится как раз вот этот рутин витамин С но витамин С ну вроде как все знают что он должен быть некоторые еще по старой советской детской привычке во взрослой жизни едят эти драже а где брать рутин и что он ну как бы откуда растут ноги хорошо сейчас мы узнаем откуда рутина растет что он делает и так далее но прежде чем приступать к объяснению витаминов В и С я должен одну важную вещь сказать дело в том что синтетические витамины они по самому действию намного слабее нежели естественные витамины а на сколько или в вас сколько раз я думаю что в некоторых случаях могут быть 10 а то 20 раз и кстати кстати очень важно понимать что синтетически они хуже усваиваются и как правило когда мы их принимаем мы просто-напросто бьем в туалет и вдруг замечаем что наша моча становится желтого цвета того витамина который мы съемли да но она должна быть такая чистенькая а тут она какая-то вот знаете мутная то есть это говорит о том что этот витамин просто-напросто транзитом проходит через наш организм и более того если мы с вами значит больше всего витамина С содержится в шиповнике витамина П содержится в свежей зелени съедим с шиповника съедим значит это зелени никакой передодировки не будет на всех упаковках синтетических витаминов сразу дано предостережение они могут вызвать передодировку и в некоторых случаях даже отравление а сейчас синяки 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 хорошо синяки синяки так вот а теперь витамин С где он обидит витамин С все знают 18 июня день Дорофея назван память святого священномученика Дорофея и епископа Тирского во время гонений на христиан бежал в Малую Азию здесь тоже не скрылся от идолослужителей бог призывал его к венцу мученическому был схвачен язычниками претерпевший разнообразные мучениям во время страданий предал в руки Господа блаженную душу свою имея 107 лет от роду оставил после себя важные для христиан сочинения на греческом и латинском языках ранее говорили что Дорофея приносит самые короткие ночи которые назывались воробинами продолжаются до 26 июня в это время расцветала мистическая сон трава и считали что сны теперь вещи если приснится добрый молодец или красная девица это к счастью если старуха то это к беде так как сон трава цветет по ночам то ее нужно собирать используя специальные заговоры и производя различные обряды а узнать правильную сон траву которую используют для волшебных снадобий можно если ее опустить в ключевую воду в период полнолуния и если она зашевелится значит правильно так как нечистая сила боится сон травы то ее использовали для разных обрядов в древних травниках писали если человек носит при себе сон траву того бесы стороной обходят кто носит сон траву при себе от того дьявол бежит в доме ее иметь добро нажить а хоромы строит под угол класть спокойно жить приметы хорошая погода на дорофее будет богатый урожай зерна если много пустоцвета на огурцах совершали такой обряд хозяйки сегодня волокли в огород ногой старый лапоть и бросали в огурцы говоря как густо сей лапоть плелся так чтоб и огурцы мои плелись если выплывать все сорняки сегодня утром то они больше не появятся вот и как раз витамин повышает прочность капилляров и улучшает их эластичность а вот сколько этого витамина имеет смысл есть вы говорите что есть дозировка в этих витаминах синтетических а значит в натуральных источниках витаминах в общем-то отсутствует потребность следить за объемом за объемом правильно потребность витамина точно не установлена но установлено что простоотношение витамина П и С должно быть таково что витамина П в два раза меньше чем витамина С тогда они работают так как да а вообще в паре хорошо да да и оказывается природные продукты как раз и содержат их в том количестве в том виде в котором они и нужны для нашего организма а где этот витамин П витамин рутин встречается он встречается у нас прежде всего в клюкве как раз кстати здесь же и витамин С имеется он я читала ваши книги про ягоды про клюкву про черную смородину да и крыжовник вот да 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 это черника это черника смотри ягодная вообще такая штучка черешня крыжовник клюква и вишня вот кстати и вишня то что окрашено таким красненьким пигментом как раз и содержит вот этот удивительный витамин рутин наиболее лучшим для организма виден и кстати и здесь же вот видите вот этот пигментик но краснокровь похож а мы это капилляры обосновливаем и кстати здесь же содержится и витамин с и вот что еще интересно сказать есть ли какие-то продукты они обладают разным вкусом кислый как кислый да а что делает кислый вкус а что делает кислый вкус оказывается кислый вроде как сушит вот кислый сушит а кислый задерживает воду в организме и способствует тому что наш организм наводняясь водой делается более эластичным удерживая воду хорошей водой потому что бывает ну такая плохая вода если начинают говорить эти магнии потому что у вас много лишней воды ну не магния больше всего калий калий он содержится у нас в различных сухофруктах особенно в сушеных абрикосах его хорошо используют в сушеных яблоках и лишняя вода будет отлично выходить в сушеных 19 июня день Иллариона назван в честь преподобного отца Иллариона нового в юности был хорошо обучен священному писанию когда исполнилось 20 лет оставил мать и отца дом и богатство и сделался монахом учеником святого Григория Декаполита пребывал послушание молчание и великом смирении очистив и просветив свою душу как солнце он получил от бога власть над нечистыми духами так что мог изгонять их самоотверженно боролся с иконоборчеством старину с этого дня начинали прополку полей и огорода от сорной травы пришел Иларион лишнюю траву из поля вон существовало поверье если сегодня сорняки не вырвать то они постоянно будут расти сорную траву рекомендовали выпалывать только во время убывающей луны на растущую полную луну это не делали по причине того что луна давала растениям рост приметы дует восточный ветер лето будет дождливым если долго гремит гром и переходит с места на место ненастья затянулась надолго и будет холодно и дождливо активируются эти ферменты а скажите Геннадьевич по каким признакам люди могут понять что у них мало витамина С вообще удивительные диалоги и они реально из жизни разговариваю с приятельницей она говорит может мне витамина С попить ну да может быть я куплю какие-то хорошие поливитамины и вот буду значит к лету готовиться и магний и калий чего вы все перечисляете вы сами то что хотите я понимаю что люди стремятся но у них мало базы они плохо понимают почему они хотят тот или иной витамин есть ли признаки по которым стоит понять я о своих призналась стали возникать снеги все понятно клюква вишня смородина вперед да вперед а вот признаки кому надо попить витамина С первое это наступает вот мы начнем с первых признаков и более легких и закончим более тяжелых первое это частые простудные заболевания да да нету сил бороться да окажется витамин С дает такие могучие силы бороться с этим да далее это упадок сил общий общий апатия далее у нас идет интересное это когда мы чистим зубы кровоточивость десен возникает вот если мы на все это как бы сказать смотрим спустя рукава далее у нас начинает шататься зубы и возникает так называемое явление цинга да это уже крайне проявление то есть мы начали с простуды и пошли вот уже поэтому если хотите чтобы у вас зубки были целыми не шатались чтобы не было простуд чтобы была высокая работоспособность и хороший иммунитет надо обязательно использовать в своем питании такие продукты которые содержат витамин С естественный дело в том что существует огромное заблуждение между вот искусственными и естественными я уже сказал что где-то разница колоссальная где-то усвоение да усвоение наш организм привык получать вот эти все витамины то есть вот эти вещества которые здесь содержатся в таком виде эволюционно приспособлен наш организм все там брать из пищи а что такое искусственная таблеточка это уже какое-то кристаллическое вещество которое лишено воды которое лишено других веществ которые идут в связке способствуют усвоению и выведению но они пошли по такому пути и думают что наш организм знаете ну как как своего рода какой-то механизм который все там усвоит и я простой пример привожу вот мы берем яблочко кстати в яблочке содержится и витамин С ну конечно не в таком большом количестве и витамин П яблочко Танюша съест все усвоится все нормальненько и даст ей красоту и здорово вот если это яблочко оно содержит вот смотри как они считают оно содержит допустим там сток колодный ну к примеру вот так вкусно рассказать я его помогаю хорошо помой 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 вот и если это яблочко мы с вами положим и начинаем его запекать в печке без доступа воздуха это яблочко обугливается сохраняет все значит калории которые имелись потому что все это знаешь как определяется в калориометрическую печь кладется сжигается и измеряется количество калорий так вот держите вот это яблочко ну допустим мы усвоим да мы его положили в калориометрическую в печку в эту печь да значит превратили его обуглили и оно содержит тоже стояк калорий но можем и съесть этот угол или нет и вот и сразу все становится на своем место далее то что здесь содержится в свежем виде во время термической обработки аритамин и витамин очень чувствительны к термической обработке они просто напросто как белок яйца свозначиваются 20 июня день Федота назван честь святого мученика Феодота он имел собственную гостиницу и был женат достиг высокого духовного совершенства так как соблюдал чистоту и целомудрие воспитал в себе воздержание покорял плоть духу регулярно упражняя спасти и молитвы беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере грешников к раскаянию и исправлению за это Феодот получил от Господа дар исцеления и врачевал больных возложением на них рук со дня Федота наши предки начинали купаться в открытых водоемах а до этого считалось что водяные и русалки могут утащить человека под воду теперь вплоть до дня Ильи который отмечается в начале августа можно купаться в реках и озерах в народе говорили что сам Феодот сидит с серпом около водоема и увидел русалку отрезает волосы оказывается именно в волосах находится сила русалки с отрезанными волосами она не сможет околдовывать человека приметы святой Федот тепло и золотую рожь ведет гром гремит сегодня ненасти и плохая погода продлиться несколько дней характер погоды этого дня определял урожай ржи теплый и ясный день к хорошему наливу ржи крупному зерну хорошему рожаю дождливый день к тощему зерну и слабому урожаю зелень зерну зерну и так далее он значит предупреждает некоторые формы онкалорий уменьшает количество холестерина которое у нас проявится предупреждает сердечно-сосудистые заболевания образование тромбов и аллергии когда это все нормально у нас все это переваривается и сгорает как только это в виде вот этих вот веществ поступает в организм и болтается по крови потом выводится с почками как я сказала в виде желтого какого-то образования что она делает она вызывает аллергию это вы просинтетические эти витамины да они могут образовать аллергию съел пол пачки пожалуйста покрыться какой-то крапивницей а ты съел килограмм яблок и ничего вот и ничего понимаете ничего плохого да ничего плохого я хочу добавить такую женскую нотку смотрите конечно же в разных аптеках разные цены допустим там 200 рублей какой-то витамин ребята килограмм клюквы у всех по-разному но у меня на рынке стоит 140 рублей килограмм вопрос только как у нее есть я уверена что многие ее любят и верят и знают про ее пользу в морсе могут но в морсе тоже во-первых китерная обработка о которой мы говорили там такая сладость она конечно вот лично у меня вот я сладкое редко ею сегодня выпил молочный коктейль сладкий магазинный у меня прям пленка в горле стоит то есть вот этот сахар как-то прям он прям мешает мне сахар с суши к сожалению да вот вопрос как сделать эту клюкву вкусной ну вот правда как ее сделать вкусной и вот для этого и для этого как раз и существует наша целебная кулинария для того чтобы вот этот полезный продукт мы съели и получили из него вкусное блюдо вкусное полезное блюдо которое будет укреплять наши сосуды и так мы с вами примерно взяли грамм 100 150 может даже 200 клюкву сразу витамин витамин с который будет укреплять наши сосудики десны сделать хорошим теперь мы берем всю зелень есть так тут осторожненько если тут какая-то леска не леска есть сидим мы сразу вот столько зелени я сразу да но я буду целый вечер тяжеловато не подтягивать да 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 а вот в нашей целебной кулинарии мы это все сидим вот те кто смотрит нас сейчас первый раз они наверное в шоке что это когда они закладывают в блендер зелень зелень причем какую зелень петрушку укроп они бы еще киньс туда положили то есть то что едят с курцами помидор и смотри мы даже можем с тобой добавить корочку цедру да она вытая она вытая а не будет ли кислой и клюквы это кислая и лимон это кислая а мы сюда добавим еще меда для того чтобы у нас это все не было кислым это чесненько давай это мы сюда да можно можно все тогда помынь пожалуйста готовим дайте я тем кто вот впервые смотрит скажу вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить какая вкуснятина получается у Геннадия Малахова когда он делает свои фирменные смузи вот все что сейчас полезного и для сосудов и для иммунитета вот оно здесь все есть но просто это взбить в блендере мало должна быть основа и это основа кисломолочный жидкий напиток но я вот каждый раз когда покажу динаточка давайте на пляжники вот такая давайте ляли но можно и на кефире можно на кефир на любом кисломолочном продукте а зачем мы добавляем творог вот я не могу понять творог а творог мы можем и не добавить в этот раз да мы можем его идти абсолютно без творога творог конечно мы можем добавить для того чтобы у нас еще это было более сытное более так сказать полезное чтобы у нас лучше волосы росли ногти росли добавим хорошо потому что здесь как раз полноценные белки содержатся легко усваиваемые и зелень они будут усваиваться великолепно кстати мы можем много ли вот этого лимончика я прям смотрю лимончика у меня сводят руки так же как скулы хорошо хорошо а сейчас мы посмотрим как раз как это можно или нет так и мы сюда можем еще добавить у нас витамины группы В содержатся в проросшем зерне мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна который обогатит нашу смесь сделать ее более целебной и так добавляем это вообще потрясающая штука это самое проросшее зерно Геннадий Петрович проращивает это зерно сколько лет пока Геннадий в холодильник пошел за зерном сколько лет проращивать уже лет это 10 я хотела сказать 10 вкуснотища надо новую порцию сделаем едоков там много в целебной гаммарии чем будут исчезать меняем синяки на вкусный напиток в целебной гаммарии спасибо большое здраво здраво статьи 21 июня день Федора Стратилата назван через перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата на одной из стен церкви находилось изображение святого великомученика Феодора однажды собрались в этой церкви сарацины один из них взял лук и стрелу Выстрелил в образ святого Стрела вонзилась в правое плечо святого От образа потекла кровь, как от живого человека Увидев это чудо, сарацины изумились Те, кто остались в церкви, а это было 20 семей, умерли В старину в этот день старались копать колодцы Поэтому он имел название колодезника Подходящее место выбирали так На земле с вечера клали сковородку дном вверх А поднимали ее на рассвете Если дно сковороды Лишь слегка потело, значит воды здесь мало Если оставалось сухим, тут водяной жилы нет Если на донышке сковороды собирались большие капли То можно здесь рыть колодец А вот если прошел ночью дождь, то попытка неудачна была С этого летнего дня начинался длинный период летних гроз Приметы Если сегодня роса большая, жди хорошего рожая Это была самая короткая ночь в году Она мытая? Она мытая А не будет ли кислой? И клюквы это кислые, и лимоны это кислые А мы сюда добавим еще нота для того, чтобы у нас это все не было кислым Давай Это мы сюда Да, можно, можно все Тогда помой, пожалуйста Давай Готовим Дайте я тем, кто впервые на нас смотрит, скажу Вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить, какая вкуснятина получается у Геннадия Малахова, когда он делает свои фирменные смузи Вот все, что сейчас полезного и для сосудов, и для иммунитета Вот оно здесь все есть, но просто это взбить в блендере мало, должна быть основа И это основа кисломолочный жидкий напиток Но я вот каждый раз, когда покажу, я очень говорю, давайте на ляженки Вот такая вкусня Давайте ляжем Но можно и на кефире Можно на кефир На любом кисломолочном продукте А зачем мы добавляем творог, вот я не могу понять Творог, а творог мы можем и не добавить в этот раз Так что? Да, мы можем его идти абсолютно без творога Творог, конечно, мы можем добавить для того, чтобы у нас еще это было более сытное, более, так сказать, полезное Чтобы у нас лучше волосы росли, ногти росли Добавим Хорошо, потому что здесь как раз полноценные белки содержатся, легко усваиваемые И с зеленью они будут усваиваться великолепно Кстати, мы можем сюда... Не много ли вот этого лимончика? Я прям смотрю Лимончика? У меня сводят руки так же, как скулы Хорошо, хорошо, хорошо Я думаю, что вое тело уже показывает невозможно А сейчас мы посмотрим как раз, как это можно или нет Так, и мы сюда можем еще добавить У нас витамины группы В содержатся в проросшем зерне Мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна Который обогатит нашу смесь, сделает ее более целебной Итак, добавляем Это вообще потрясающая штука Это самое проросшее зерно Геннадий Петрович проращивает это зерно Сколько лет, пока Геннадий Петрович в холодильник пошел за зерном Я вспомнил, сколько лет проращивает? Уже лет это... Десять Десять, я хотела сказать десять Вкуснотища Надо новую порцию, наверное, сделать, да? Сделаем Едоков там много в целебной кулинарии Опа! Да И хватит Так Давайте так чуть-чуть этого творожка Давайте творожка Вот так Окей? Окей Хладим творожка Может добавим тогда обнаряжение? И угостим всех-всех-всех-всех, кто находится в студии программы «Целебная кулинария» С удовольствием Мед Мед таёжный Мед таёжный, это хорошо Таёжники прислали Темные продукты Так-так-так-так-так-так-так-так Это мне уже всё нравится Уже всё нравится, да? Я вам так скажу Вот с этой вкуснятины лечить сосуды и восстанавливать эластичность капилляров Милое дело На завтрак, на обед и на ужин Опа! Теперь остается нам включить И کرkim Давайте Кстати, корочки, которые я сюда положу Они придадут особый аромат Но этот же аромат говорит о том, что эта наша смесь будет обладать бактерицидными волосами. Красивые. Сейчас я попробую. С такими пырышками. Как? Можно ещё мёда. Ещё мёда? А я не очень люблю сладкое. Хорошо. Если ты любишь кисленько, попробуй. Если да, то мы разливаем пьём. Ну и что? Ещё мёда. Ещё мёда. Ну вот я так и сказал. Мёда ещё надо. Ещё мёда, да. Потому что для меня лично вот клюква с лимоном в паре оказалась очень таким сильным. Так. Вот видите, всегда пробуйте перед тем, как непосредственно разливать. Угощаю всех, да. Попробуйте, какой на вкус получается. Сделаем корректировочку и всё у нас получится как надо. 10 кг. Отлично. И разливаем по новой. И уже разливаем по новой. По новой. Попробуй. Тепереча. Тепереча. Как она? Мне кажется, в этом я могу плавать не только. Всё? Нормально? Очень вкусно. Спасибо. Так. Слушайте, ну это же прям животворящая какая-то история. Хорошая пшеница живая, клюква живая, лимон живой, зелень живая, ряженка с творожочком. Хорошо? И вкус получился очень хороший. Очень хороший. С вот таким вот ароматом цитрусовых. Аромат цитрусовых. Есть. Мне кажется, даже я слышу петрушку. Ну, знаете, если медленно заживают вот эти ранки, ссадины, говорят, что мало витамина С. Вот такой напиток вперёд. Витамина С. А если синячки… Всё будет заживать и синячки будут исчезать. Меняем синяки на вкусный напиток от целебной кулинарии. Спасибо большое. На встрече. Здорово. Здорово. Доброго здоровьца. Смотрите нашу кулинарию, используйте наши блюда и здоровейте вместе с нами. Рак. 22 июня. 22 июля. В этот период проявите заботу о лёгке, груди и коже. 22 июня. День Кирилла. Назван в честь святого отца Кирилла, архиепископа Александрийского. Еретики, называвшиеся Новооцианами, утверждали, что человеку, впавшего после крещения в смертный грех, не следует принимать церковное общение. Не может быть, утверждали они, прощение смертному греху такого человека и только вторичным крещением можно омыть грех его. Святой Кирилл был возмущен и, как верный раб и храбрый воин Христа Бога, выступил против этого учения. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году, а лето полностью вступает в свои права. После этого день постепенно начинает уменьшаться. Бытовало мнение, что в этот день солнце отдает всю свою силу земле, поэтому проводили большое количество обрядов, призванных задобрить солнце и получить богатый урожай. Сегодня говорили, на Кириллу конец весны, почин лету. Наступало время летнего зноя. Приметы. Если покраснела земляника, то вез уже поздно сеять. Я знаю, что вы долгое время занимаетесь и продолжаете заниматься вегетарианством. Что оно вам дает и почему вы к этому пришли? По убеждению, нельзя там зайчика заколоть или же, или же как-то другое. Геннадий Петрович, мне безусловно жалко животных, но не кушаю я мясо животных и птиц, совершенно по другим убеждениям. Будучи беременна, у меня был токсикоз. Все очень банально объясняется. Дочка. Дочечка сколько лет? Ей уже 19-й год и, соответственно, вот такое количество лет я не кушаю мясо. Не кушайте мясо. Мне не сложно было от него отказаться. Не было желания, возможно, там первый месяц-два еще как-то где-то, особенно если друзья устраивали выезд на шашлыки, естественно, этот сам запах. Приходилось чуть-чуть держаться. Но, вот как только я переборола это в себе, я сейчас смотрю на мясо как на продолжение тарелки. У меня даже нет такого ощущения, что это можно есть. То есть просто как вот атрибут, который вот... А как вот перебороли это? Вот как перебороли? Как это понятно? Нет, ну нет, может быть я не так сказала переборолась. Знаешь, у меня во мне какая-то такая борьба была жуткая. Нет, это на самом деле просто один раз, вот возможно, там два сказала себе, вспомни, что будет, если ты это съешь и все. И произошло отвыкание. Да, совершенно, полнейшее отвыкание. Изменились пищевые привычки, потребности? Пищевые привычки, ну да, наверное, изменились, потому что пришлось вот этот недостаток мяса в рационе замещать чем-то другим. А вот чем другим вы стали замещать? Я очень любила орехи. Орехи? Да, соевые продукты. Люблю очень спаржу. Спаржу? Да, очень люблю. Там хоть не так много белка, но тем не менее есть, да? Ну чисто интуитивно. Так, что же еще? Люблю, вы знаете, вот бобовые люблю. И бобовые, это фасоль, горох? Да, фасоль, горох. А вот как вы их любите? Хорошенько, чтобы они были разварены? Нет, я за правильное питание, я за правильное питание, как минимум тепловой обработки. Вот. Но, естественно, не до такого состояния, когда приходится жевать это все. Ну, довольно-таки комфортное разжевывание пищи. А, вот так? Да. Но их тогда надо тщательно жевать, потому что они, как бы сказать, считаются газообразующими такими продуктами. Ну, вот как-то у меня это все, организм справляется. Ну, я вижу, вы прекрасно выглядите. Спасибо. И вот, что хочется еще вас спросить. Вот, что вы почувствовали, когда вот перешли? Ну, ясно, вы говорили о том, что некоторая борьба была, чтобы там мясо там не есть. А вот другие продукты, хлеб или еще что-то. Потому что не только мясо вызывает токсикоз, а токсикоз вызывает там, допустим, ну, могут быть и конфеты, и печенье, и торты. Нет, 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 все это продолжаю есть, причем, не знаю, возможно, вы мне не поверите, но в неограниченном количестве. Вот могу и на ночь тортик съесть, это на самом деле правда, вот клянусь вам. Единственное, что вот хлеб, по поводу хлеба, стараюсь его есть как можно меньше. Вот люблю кондитерские, сложные там какие-то изделия, там торты, конфеты, вот это все. А вот то, что касается хлеба, очень-очень-очень мало, и особенно в первой половине дня, и то он какой-то с семечками, и весь такой вот рубях, и немного. Вот так вот, грубо помола. И смотрите, теперь очень важно, чтобы мы понимали, потому что Оксана говорит, ей там и то люблю, и, как бы сказать, обыкновенное питание, а вот в процентном отношении рациона, сколько у вас зелени уходит в течение дня? Допустим, 50% больше, меньше, это важно. Красота тела была, красота волос, красота ногтей, кожи. День Тимофея 23 июня, день Тимофея, назван в честь святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. В городе Прусси, находящемся близ горы Олимпийской, епископом был святой Тимофей. За чистоту своей жизни и святость, получивший от Бога дар чудотворения. Однажды умертвил он громадного змея, поселившегося в пещере под кипарисовым деревом и причинявшего большой вред животным и людям. Подаровано ему от Бога благодати, исцелял болезни, совершил много и других чудес. Старину этот день считали очень тяжелым днем. И все потому, что, согласно народным наблюдениям, по земле начинали бродить духи. У древних славян в этот день отмечали праздник Агафена Купальница. С этого дня точно можно было купаться в открытых водоемах. Положительно воспринималось сегодня все, что было связано с баней и водой. В этот день повсеместно топили баню и заговаривали веники на весь год. После дня Ивана Купалы веники не заговаривали. Считалось, что они и так целебны, как до этого дня. Обязательно парились в бане, используя различные лекарственные травы. Например, мяту пахучую, папоротник, полынь, ромашку и другие. Веники делали из самых различных деревьев. Березы, дуба, ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины, рябины, калины и других растений. А также для самых различных целей. Для парной в бане. Другими обрежали коров, которые недавно отелились. Веники, которые перебрасывали через головы и бросали на крыши бань, чтобы узнать свое будущее. Также заготавливали сегодня лекарственные травы. Приметы. Душная погода на восходе солнца к дождю. Если привидели стаи ворон, то это к мору. То есть только назвать вегетарианцем или нет? Ну, во-первых, я, как это называется, лактовегетарианка, которая употребляет молочные продукты. Ага, хорошо, молочные продукты. То есть это уже рыбу обязательно. То есть раз, два раза в неделю я обязательно съедаю рыбу. Это просто вот как закон. А вот овощи и фруктов? Овощи и фруктов это уже по необходимости и по желанию. Вообще я ем то, что мне хочется. Вот что я хочу, это я ем. Так, и хорошо. Процент, наверное, вы так не смогли определить. Я даже не знаю. Ну, примерно, наверное, 30-40. Наверное, 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 наверное. 30-40 примерно. Ну, можно назвать вас вегетарианкой. Спасибо. Потому что лактовегетарианка. Все это официально подтверждено. Я лактовегетарианка. Вот, хорошо. И еще такой вопрос. Вот, когда вы перешли на это питание, насколько улучшилось ваше внутреннее самочувствие? Больше энергии стало? И вы почувствовали, что, возможно, и меньше как-то косметики надо на лицо наносить? И как-то процессы старения замедлились? Вот что-нибудь в этом отношении скажете? И да. И когда вы себя чувствуете наиболее комфортно зимой или там летом? Много вопросов. Да, вопросов много, но, наверное, да, по порядку. Естественно, я стала себя чувствовать лучше. Хотя, не знаю, не хочу жаловаться. Я всегда прекрасно себя чувствовала. Как чешечник нормально работает? Все в порядке. Единственное, что после родов хочется всегда выглядеть хорошо. Поэтому, наверное, мало того, что я мясо перестала есть. Я стала еще как-то стараться, ну не то что вернуться в прежнюю форму, но даже, возможно, и улучшить ее. Поэтому, соответственно, я стала задумываться над этим. Пощаще на весы вставать и на ночь не кушать. То есть вот был такой у меня период. Естественно, там в 20-25 лет, когда там говорят комплименты, как ты прекрасно выглядишь, это воспринимается, ну, как в порядке вещей. Когда это говорят в около 40 лет, это уже, это уже, ну, как бы, да, ну, значит, неплохо. Я как бы со своим организмом обходилась, наверное, значит, он мне благодарен и отвечает взаимностью. Отлично. А вот у нас имеется болгарский перец. Как вы к нему относитесь? Если честно, не очень. Не очень, да? А вы знаете вообще вот откуда болгарский перец взялся? Ну, по названию, скорее всего, из Болгарии. Самое удивительное, что он у нас взялся не из Болгарии, а он пришел из Америки. Кстати, он там растет как сорняк. Вот. Обыкновенный сорняк, который... Который не нужно не культивировать, он сам по себе растет. А у нас вот представляется таким вот ценным продуктом. И ценится он, знаете, за что? Не за то, что он там красный, там зеленый или там желтый. Вот. Ценится он за то, что он содержит довольно-таки большое количество жизненно важных биологических элементов. Особенно, знаете, что в нем? Витамина С больше, нежели в лимоне. Угу. Это я знаю. Знаете, да? Да. Хорошо. А вот как раз, знаете, вот теперь дальше, для того, чтобы красота тела была, красота волос, красота ногтей, кожи, перец очень большое значение играет. За счет того, что в нем содержится такой микроэлемент, как кремний. Самое время заняться целебной кулинарией. Я Геннадий Малахов. Приветствую вас и у кранов. А мой гостью Таню Ларич у себя на кухне. У нас сегодня в меню капустное блюдо. 24 июня. День Варфоломея. Назван через жития и страдания святого апостола Варфоломея. Он был один из числа 12 апостолов Христовых. По принятии Святого Духа, сошедшего на апостолов в виде огненных языков, вятому Варфоломею выпал жребий, вместе с апостолом Филиппом идти на проповедь Евангелия в Сирию и в Малую Азию. Он исцелил от 40-летней слепоты больного, от смертельного укуса змеи женщину. Язычники живого в Варфоломея содрали кожу, а потом отрубили голову. В этот день не заготавливали травмы. Считалось, что сегодня в полдень катается сила неведомая, темная и решает, как людям вредит. Кому в сене хомуты да вожи спутывать, кому травы ядовитые жаром полнить, кому в околодце ребеночком рыдать, рот людской пугать. Поэтому, если сегодня травы собирать или сено косить, можно нечистую силу в дом принести. Даже считали, что сегодня целебные растения превращаются в ядовитые. С этого дня начинались так называемые русальничьи дни. Мол, в это время русалки были видимы, веселятся и исправляют свадьбы. Мужьями им становятся либо леши, либо защекоченные до смерти мужчины. Сегодня русалки бегают по лесам и полям, играют, раскачиваются на ветвях деревьев. Выбирают для этого дуб, клён или березу. Наши предки считали, что само движение русалок сильно влияет на земные процессы. Например, если русалки во время цветения ржи и пшеницы гуляли по полю, там хлеб становился гуще. А любимое занятие русалок раскачивается на ветвях деревьев. Кстати, это тоже способствовало созреванию плодов. И поэтому на Троицу девушки свивали березку, то есть связывали ветви двух соседних деревьев, чтобы русалки на них качались. Считают, что русалки словно разматывают, высвобождают жизненные силы земли в виде нитей, волокон, стеблей. И этим создают основу зелёного покрова земли. Приметы. Тёплые ночи предвещают богатый урожай плодовых деревьев. Туман стоит к обилию грибов. Одинакового размера. Ну, это ничего. Одинакового размера. Ещё надо капуста. Ну, для того, чтобы попробовать, нам хватит этого. А так можно побольше. На всю семью так можно побольше. Так, есть у нас. Теперь смотри, мы берём морковочку. Морковочку также. И ты любишь какую? Сладенькую. Да. Сладенькую. Смотри. Сладенькую, но как бы чуть-чуть остренькую, так скажем. Ха-ха-ха. Но чуть-чуть остренькую. Смотрите, тогда для остроты мы добавим чуточек имбиря. Чуточек? Чуточек. Чуточек. Всё. Больше. Хорошо. Больше не надо этого делать, раз мы хотим остренькую получить. Так. Теперь мы можем добавить зелени, что у нас осталось сюда. Всё это перемешиваем. И весь секрет, если мы хотим сладенького, заключается в майонезе. Майонез делаем следующим образом. У нас остался желток. Мы его не выбросили, а вот сохранили. Желточек у нас есть. Вот он. Теперь мы сюда добавляем немножечко растительного масла. Пожалуйста. Танюша, где у нас масло? Вот. Так, растительное масло? Да. Желток? Да, да, да. Вот так вот. Раз. Одну столовую ложечку, не более. Теперь у нас мед. Мы берем медочек. Так, где у нас чистенькая ложечка? Вот она у нас чистенькая ложечка. Опа. Медочек. И взбиваем? И взбиваем. Правильно. Как? Да-да-да. Да мы долго будем взбивать этот мед. Не-не-не-не-не-не-не. А его можно чуть-чуть? А давай мы сделаем... Два варианта. Два варианта, да. И один... Оба будут целебные. Оба будут целебные. Но мы сделаем, значит, так. Возьмем желток яйца. И возьмем лимонный сок и мед. Все. Это, смотри, один. А, без оливкового масла. Да. Это один вариант. Ничего себе. Теперь, смотри, это у нас сейчас будет другой вариант. Хорошо. Без оливкового масла. Да. Лимончик мы разрезаем. Давайте я его уберу уже. Давайте. Выдавливаем сок. Вот у нас пошел сок. Смотрите, как хорошо бегит. А также все-таки получить вот этот ваш фирменный секрет. Салата. Салата, да. Как там слухи ходят. Итак, мы делаем салат. 25 июня. День Петра Поворота. Назван в честь преподобного отца Петра Афонского. Будучи в плену, он молился святому Николаю. А чтобы молитва была услышана, постился при этом. В сонном видении. В сонном видении явился Николай и сказал, что надо еще попросить и святого Симеона Богоприимца, чтобы помог, и обязательно дать обет его исполнить. Петр поклялся и был чудесным образом освобожден и выведен из дальнего плена. Далее его крестили, и сама Богородица указала ему жить на Афоне. Итак, ночь начинает идти на прибыль, а день наоборот сокращается. Поэтому этот день называли Солнцеворотом. Начинался сенокос, и крестьяне массово отправлялись на луга заготавливать сено. Разрешалось купаться в открытых водоемах, при этом не опасаться водяных и русалок. Приметы. Много росы к хорошему рожаю. Если этот день солнечный, то и покость сена будет зеленой. И если дождь, покость будет мокрый. Как мы знаем, капуста бывает разная. Белокочанная, краснокочанная, цветная, бруссельская, бракколи, брокколи, кольрабы. Вот далеко не полный перечень всех видов капусты. Вкус у капусты, как мы знаем, вяжущий. А свойства? Свойства такие. Она холодна в первой степени и суха во второй. Действия. Действия на жизненные принципы. Увеличивает ветер, подавляет желчь и слизь. Она обладает размягчающими свойствами и сваривающими. Препятствует опьянению полезных мельному человеку. Как белокочанная капусты. Самым ценным свойством капусты является высокое содержание в ней серы, хлора и йода. Соединение серы и хлора очищает слизистую оболочку, желудка и кишечника. Сок белокочанной капусты повышает секретронную функцию желудка. Улучшает деятельность кишечника. При запорах оказывает мочегонное действие. Широко используется при сердечно-сосудистых заболеваниях. Способствует выведению из организма холестерина. Препятствует развитию атеросклероза. Нормализует жировой обмен. Рекомендуется больным сахарным диабетом. Способствует удалению из организма лишней жидкости. Улучшает работу мышц. А самое важное сердце. Применяется при заболеваниях печени. Например, при гепатите. А также повышает аппетит. Благодаря наличию противоязвенного фактора, капустный сок специфически действует на язвенный процесс слизистой оболочки желудка. Повышает сопротивляемость слизистой к повреждающим факторам. И лечение в течение 3-4 недель соком капусты приводит нередко к полному выздоровлению больного. А надо пить по 5-6 стаканов в день в 3-4 приема за 40-50 минут до еды. Профилактически повторяют курс через 4-6 месяцев. Почему нельзя вместе лимонный сок с оливковым маслом мешать? 26 июня. День Акелины. Назван в честь святой мученицы Акелины. Когда ей исполнилось 10 лет, ее спросили. Какого же ты почитаешь Бога? Она отвечала, я поклоняюсь и почитаю достойного поклонения единого Бога, сотворившего небо, землю, море и все, что их наполняет. На нее донесли и стали пытать. Видя, что все бесполезно и она не отказывается от веры, ей раскаленными железными прутьями просверлили голову через уши. Мозг с кровью вытекал из ноздрей, но она молилась. В народе этот день называли акулиной гречишницей, потому что в этот день было принято сеять гречку. Этот вид злаков был очень привередлив к погоде, поэтому соблюдали сроки посева. Ведь сеять гречку надо при ясной и солнечной погоде, в пыльную, сухую или песчаную землю. Этот день также был известен как праздник каши. Крестьяне готовили каши и угощали нищих, малоимущих. Существовала поговорка «Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец наш родной». В свою очередь люди, отведавшие каши, желали хозяевам богатства и здоровья, а вот молоко на акулину не пили. В этот день оно становилось вредным для здоровья. Существовало и другое название этого дня – «Задери хвосты». Оказывается, нашествие кровососущих насекомых происходило именно в это время. Скотина от бесчисленных укусов вела себя в это время очень беспокойно. Коровы бегали по лугам, обмахиваясь хвостами. В народе говорили, что скот от жары бесится, а раз так, то и молоко может быть заразным. Приметы. Если много насекомых, погода будет теплая и ясная. Если при заходе солнца заря желто, золотисто или розово – к хорошей погоде. Вот, и смотри, что мы делаем теперь. Мы делим на две порции и поливаем разным майонезиком. Разным майонезиком. Так, вот этот мы поливаем с лимонным соком. Так, хватит его. А этот мы поливаем с солевым маслом. Вот. И пробуем. Так, что у нас тут получилось? Как раз на пробу. Вот так. Сладкий. С имбирьком. Очень приятный на вкус. Лично для меня. Не знаю, как для Танюши. Сейчас. Ну-ка, попробуй. Вот она, твоя ложечка. Велочку взяла? Да, вот отсюда. Попробуй. Где сладкий? Сладкий-то вот этот. Анна, и этот сладкий, и тот сладкий. Ну-ка. Покушай. Этот сладкий. Этот сладкий. Этот сладкий. Да, и этот будет сладкий. Ну-ка. А вот этот уже то, что я хотела. Кисло-сладкий. А, яблочко еще сюда можно потерять. Можно. Как вариант. Прекрасный. Быстрый, прекрасный салат. Не надо никакого уксуса, не надо всю ночь ждать плодильника. Вот кислый, вот, значит, сладкий. Надо чуть-чуть добавить. Это уже по желанию. Можно сюда добавить яблочко. Значит, когда мы с вами добавляем сюда еще яблочко, получается такое средство, которое будет еще хорошо восстанавливать нашу кровь. Дополнительно все эти пектины, которые здесь есть. Салатики будут прекрасно. Для крови, да? Для крови полезно. Будет еще очищать наш организм. Вот. А там и перьбы? Вот здесь, да, немножко имбиря. Вот как вкусно. Желток, лимон. Желток, лимон. Мед. Да. Все. Если меда взять побольше, он будет слаше. Если лимона взять побольше, значит, он будет более кислый. И вся разница. Большое спасибо. Капуста исключительно полезное растение. Оно незаменима при нарушениях функции щитовидной железы, так как в ней много йода. И при недостаточности почек. Наличие меди делает ее целебной при поражении центральной нервной системы. И некоторые вещества особенно полезны при нарушениях жирового обмена. Замечено еще одно целебное свойство капусты и морковы. Эти овощи обладают противоязвенным фактором, способствующим быстрому излечению от тяжелых желудочно-кишечного тракта. Капустные листья обладают интересной способностью. При нарушении их целостности в них образуется дополнительно витамин С. Вот почему его больше в квашеной капусте, чем в свежей. Запоминайте. Питательная ценность цветной капусты выше, чем в белокочанной. И знаете почему? В ней богаче состав витаминов и минеральных веществ, способствующих углеводному и жировому обмену. А это значит, что с помощью капусты можно делаться стройным. Как сахаропонижающее средство. Диабетика на заметку. 27 июня. День Елисея. В честь жития и чудес святого пророка Елисея назван этот день. Он был великим чудотворцем. Само рождение его сопровождалось чудесными явлениями. В городе Силоме, отстоявшем далеко от Иерусалима, стояла золотая телица, которой, совратившиеся в идолопоклонство израильтяне поклонялись как Богу и приносили жертву. В час рождения Елисея эта бездушная телица так громко закричала, что рев ее был слышен даже в Иерусалиме. Так было оповещено, что родился пророк. Сегодня у наших предков существовала традиция освящать одежду. Надев такую одежду, человек был счастлив в течение всего года. Точно так же поступали и с той одеждой, которая досталась в наследство или в подарок. Важно было снять все худое с одежды от прежних хозяев и вложить в нее благодать. Это же относилось и к одежде, в которой человек чувствовал себя неловко, что говорил о том, что на ней порча, то есть негативный заряд энергии. Приметы. Если погода сухая и ясная, продолжают сеять гречку. А вот дождливый день сегодня обещает 7 дождливых недель. В народе даже говорили, если на Елисея дождь, еще 7 недель с дождями. Много мошек комаров, жди урожая ягод и грибов. А вот капуста брокколи по своему химическому составу и питательным свойствам превосходит другие виды капусты. В ней вдвое больше витамина С, нежели в цветной и почти в 50 раз больше каротина, а из него в организме образуется витамин А. А по содержанию белка брокколи превосходит шпинат и спаржу. По количеству калия, магния и железа брюссельская капуста превосходит все другие виды капусты. Ее можно считать омолаживающим средством, предупреждающим развитие атеросклероза. Атеросклероз, как мы знаем, бич современного общества. Им страдают все. И самое важное, что эта болезнь молодеет. При употреблении свежеприготовленного капустного сока заметно восстанавливается эмаль на зубах и улучшается цвет лица. Для получения результатов следует выпивать не менее трех стаканов сока в день. Лучше всего капустный сок комбинировать вместе с морковным и свекольным соком. Можно попробовать и с яблочным. Я уверен, будет очень вкусная смесь. Потребление данных соков по 1-1,5 литра в день быстро вымоет токсины из организма, нормализует кислочно-ощелочное равновесие в организме. Но возможно кризисное состояние, которое указывает на энергичное действие этих целебных соков. При наступлении кризиса, а именно сильного послабления, поголодайте 24-36 часов, чтобы все стихло и успокоилось. Если после питья сока капусты в кишечник образуется большое количество газа или наблюдаются другие явления дискомфорта, это может быть следствием большого накопления токсических веществ в кишках. В таких случаях рекомендуется перед употреблением большого количества сока капусты очистить желудочно-кишечный трах, выпивая ежедневно морковный сок, либо смесь его с соком шпината в течение двух или трех недель. Одновременно с этим ежедневно выполняйте очистительные кризисы. Замечено, что когда организм нормально усваивает капустный сок, он действует как идеальное очистительное средство, особенно при ожирении. А вот добавление соли к капусте или ее соку не только уничтожает ее ценность, но и вредно. Смесь сока в моркови и капусты образует великолепный источник витамина С. Это особенно полезно при заболеваниях десен, чтобы десны были крепкие. Пейте этот сок. А вот сок с медом один к одному повышает кислотность желудочного сока, обладает отхаркивающим и противокашливающим действием. Начинайте с половины стакана три раза в день до еды в теплом виде в течение трех-четырех недель курса. А вот при весеннем недомогании рекомендуется употреблять один стакан сока свежей или квашеной капусты натощат. В разведении один к одному пьют сок по 1-3-1-4 стакана за 30-40 минут до еды, как сахаропонижающее средство. Диабетика на заметку. Капустный сок можно пить с лимонным или гранатовым соком с медом, что делает его гораздо вкуснее. А вот наружно в виде примочек сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориат, неродермит. Его или свежие листья капусты можно прикладывать к вискам, затылку, лбу, при головной боли, ожогах, ушибах, подагрических болях или колотье в боку. Не рекомендуется его пить при высокой кислотности желудочного сока, симптомах при возбуждении жизненного принципа ветра, когда могут быть газы, вздутие кишечника или понос. В этом случае сок капусты противопоказан. А вот сок капусты брокколи полезен при сахарном диабете. Он переваривается и усваивается буквально за несколько минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водородом, фтором, всеми этими биологически активными веществами в наилучшей, наиболее усваиваемой форме. Они жизненно необходимы каждому человеку. Данный сок содержит органическую воду, что чрезвычайно важно для восстановления в жаркое время года. У нас сегодня в гостях, в гостях целебной кулинарии, певица и телеведущая Оксана Афанасьева. 28 июня, день Амоса, назван в честь святого пророка Амоса. Амос, уроженец города Фикуи, находившегося в земле Иудовой, происходил из семи незнатной и небогатой. Дни проводил пося стада. Господь же, презирающий не на богатых и сильных, но на смиренных и нищих, взял его, как Елисей и Давида, от пастушеских стад на пророческое служение. В то время израильтяне отошли от истинного Бога, сделали себе двух золотых тельцов и стали им поклоняться, как это не делали в Египте. В этот день отмечается и память мученика Вита, которого бросили в клетку, где находились голодные львы. Но Бог спас его от гибели. После хотели сварить Вита в кипящем масле, но ничего не вышло. Много чудес совершил Вит по воле Бога. И теперь ему в этот день молятся для избавления от болезней и сохранения крепкого здоровья на ближайший год. Приметы. Если сегодня дождь, будет не урожай пшеницы. Если много комаров, скоро установится ненастная погода. Подмечали, что к этому времени соловей прекращает петь. И сегодня мы разберем, что такое сельдерей, с чем его едят. Кстати, какой сельдерей бывает? Знаешь? Как? Ну, имеете в виду по частям сельдерея? Ну да, вообще. Корень, стебель и листья. Правильно. Растение само сельдерея составляет и корень, и стебель, и листья. И едят этот удивительный овощ целиком. И каждая из этих частей, конечно, имеет свои полезные свойства. Например, в корнях и листьях сельдерей содержатся ценнейшие аминокислоты, такие как аспарагин, триптофан. Каротин, кстати, есть. А каротин... Ну, это единственное, что понятно мне каротин. Вот до этого то, что было. Да, из каротина. Это просто были до этого перечислены аминокислоты, которые дают нам крепость ногтям и прочее, прочее. А каротинчик как раз дает нам красоту. И он следит, будем говорить, в организме за тем, чтобы наши слизистые оболочки и кожа были в совершенном порядке. Потом, значит, в нем содержится еще никотиновая кислота, различные микроэлементы. Кстати, очень много различных микроэлементов. И сейчас мы сразу же определим, что еще содержится. Каким образом? Эфирные масла, которые дают особый запах растению. И более того, они возбуждают аппетит. И, кстати, если имеются какие-то там гнилостные бородильные процессы, то они все это ликвидируют. Дезинфицируют. Правильно, наш организм изнутри. А вот я не помню, чтобы в советские времена продавались, но, может быть, корень он еще продавался, а вот стебель. Мне кажется, нам сейчас очень сильно везет, современным жителям, поедателям. Поедателям. Ну, вот, как раз, смотрите, это вот черешковый сельдерей. Это его листья. Да, и так как он зелененький, здесь еще много хлорофила. Отлично. А вот если он будет желтее, то лучше не брать, да? Самое главное, что выбирать, свежий, зеленый, да? Свежий, ярко-зеленый, зеленый. И он крепкий еще должен быть, да? Правильно, правильно. И, кстати, крепость. Крепость отдает организму крепость. И сделаем для того, чтобы у нас крепость организма была салатик и сельдерей. Давайте. Я опять помогаю вам, да? Оксаночка, пожалуйста, почисть мне морковочку. Вот. А вот скажите, вы едите сельдерей из-за того, что он полезен или из-за того, что вам нравится вкус его? Сельдерей я ем из-за того, что он полезен. Потому что вкус... Вкус приходит во время еды. Вкус приходит во время еды, аппетит приходит во время, да. Вместе с аппетитом. Да, вместе со вкусом. Они неразрывные. Я думаю, что вкусный продукт мы можем сделать. На то у нас и целебная кулинария для того, чтобы полезные продукты делать вкусным. И использовать их в своем питании как можно чаще. Итак, мы сначала будем делать салат из корня сельдерея. Кстати, мы будем использовать морковь у нас будет, лимон, зелень. А давайте пока вы чистите. И яблоко, да? Наверное. И яблоко, да. И яблоко. Я потру морковку. Давайте, потрите морковочку. Так, миска, я так предполагаю, что вот в эту, да? Можно в эту литочку потереть. А я пока очищаю в корень сельдерея. Так. Вот. Ух! Какой она у нас. Такой. Сейчас домашние глядя на меня радуются. Ну, это хорошо. Что я занимаюсь полезным трудом. А до этого, что они занимаются? Не-не-не, занимаюсь, но просто это мне редко удается, когда. Потому что, в принципе, уже все в состоянии сами готовить. Какие-то такие вот семейные совместные посиделки, они встречаются не так часто, как хотелось бы. Ну, хорошо. В средней кулинарии, я думаю, все это будет происходить намного чаще. О, да. Так. Так. Почистим. Все. Это можно... Да. Правильно. Это можно поесть. Теперь я натираю сельдерей. Сельдерей. Кстати, сельдерей еще способен замедлять процессы старения в организме. Он продляет нам молодость, потому что содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот, минеральных элементов и так далее. Всего того, почему соскучилась наша клетка. Наши клетки организма соскучились по этому. И смотрите, я беру сразу вот так вот и пошел перед сюда. Кстати, пропорции важны. Строго соблюдаться? Ну, не обязательно строго соблюдаться. Или это вкусовые пристрастия? Дело в том, что сельдерей это не очень вкусный продукт. Он суховатый, особенный корень. Вот. Для того, чтобы к нему привыкнуть, надо морковочки примерно дать в два раза больше, чем сельдерей. Так, это мы сейчас соус сделаем. Да, это мы будем делать соус. 29 июня. День Тихона. Назван в честь святого отца Тихона, чудотворца и епископа Амавфунтского. Тихон взял на себя великий труд отвращать местных жителей от языческих заблуждений и приводить их к познанию Христа Бога. В этом труде помогал ему Господь. Исторгнув от власти дьявола словесное стадо, святитель привел его в ограду православной церкви, обратив козлов в овец Христовых. Тихон уничтожил также вокруг Амавфунта идолов, а храмы, как жилища бесовские, он искоренял и разорял. Существовало поверье, что сегодня заканчивается молодое лето и начинается зрелое. Говорили на Тихона, и солнце тише идет, и птицы в этот день не поют, кроме соловья и кукушки. Считается, что у земли в этот день самый тихий ход, и это научно доказано. Кстати, в народе считали, что молитва Тихону поможет уменьшить зубную боль. Сегодня рекомендовали собирать лекарственные травы. Снадобья, приготовленные на их основе, будут целебными. Сегодня выполняли такой обряд. В полночь непорочные молодые девицы полностью обнажались и оббегали грядки своих огородов. Мол, это помогало защитить посевы от болезней и вредителей. Приметы. На день Тихона все в природе затихает. А заправлять мы будем маслицем? А заправлять мы можем маслицем, можем соком лимона. То есть здесь у нас очень много различных будет майонезиков. Мне за яблоко принять? Геннадий Петрович, а какой предпочтительный? Красный, зеленый? Лучше всего зеленый, потому что зеленый зимой больше всего сохраняет биологических вещей. Отлично. Кстати, вы знаете, вот этот салат, это прямо для меня. Почему? Ну, потому что я мясо не кушаю, а вот именно вот такая вот растительная пища, такого здорового, в здоровом своем состоянии, это прямо то, что мне нужно. Это хорошо. Я уже даже предвкушаю, как это будет вкусно. Множечко у вас есть, это очень хорошо. Потому что здесь, как мы говорили, содержатся аминокислоты, которые нужны нашему организму. Если человек мало употребляет мяса, то они будут в какой-то степени его дополнять. И самое важное, потихонечку, не порезаться. Да, кстати, мы еще вот так вот, смотрите, что делаем. Вы сейчас скажете, что это надо кушать. Да, оказывается, оказывается, смотрите, что. Я знаю, что там калий много в семечках. Ну, это для программы, а дома я семечку скушаю обязательно. Правильно. В семечках содержится масса полезных веществ, и червячок, в первую очередь, седает семечко. У меня только вот это остается. У меня вот это остается все время от яблоков. Вы знаете, дома. Хорошо, нарезаем. Ну, здесь-то я не дома. Нарезаем. Так, теперь я еще нарезаю. Теперь я нарезаю листья сердерея. Вот. Так, есть. Какой дух. Мы опять же натираем на крупной терке, да, яблоков? Можно натереть, да, действительно, на крупной терке. Вместе с кожурой. Лучше всего с кожурой, потому что в кожуре содержатся еще микроэлементы. И мы думаем, что полезна самая мякоть. Нет. На самом деле, больше всего пользы это в кожуре и в косточках. Ну, а вот какие сейчас могут быть яблоки, вот скажите? Яблоки? Да. Как они хранятся зима? Выбирайте наши семеринку. Зелененькие яблочки, потому что они самые полезные, самые нужные. А те, которые привезены из-за границы, конечно, их лучше всего не выбирать. Натираем, да? Молодец. Ну, возвращаясь к сельдерию, что я могу еще сказать про него? Сельдерия обладает успокаивающим действием, кстати. Да вы что? Да. После концерта. Никогда бы не подумала. Вот, а он, оказывается, обладает успокаивающим действием. А как же вот… А, ну смотри, какая часть, наверное. Потому что, если здесь эфирные масла, он, наоборот, должен… Нет, он будет все из зеленой части растения обладать успокаивающим действием, поэтому его можно использовать для лечения различных нервных расстройств, возбуждения. Очень хорошо сельдерей включать в меню с сахарным диабетом. Помимо этого, он улучшает еще водно-солевой обмен. Хватит чистить. Хватит. Я прям так увлеклась. Много, наверное, да? Поэтому особенно рекомендуют его пожилым людям. Вот. Да. И, кстати, яблочко, действительно, яблочко, как сладкая часть, его должно быть побольше. Плюс здесь содержится и железо биологически активное. Поэтому такой салатик будет еще способствовать и кровотворению. А красота-то какая? Вот. Красная, рыжая, зеленая. Все это действительно поднимает настроение. У нас уже получилась основа нашего салата. И теперь можно к нему приготовить тот или иной соус. Но сначала давайте попробуем, а стоит ли это делать и какой соус лучше всего. Сладкий или, допустим, какой-то там горький или еще. Ммм. Ммм. Ну что? Ну, можно какой-то пикантности такой немножко добавить. А именно. Ну, не знаю, может быть, остроты какой-то, чего-то. А может быть, вот соус с чесночком, нет? Не пойдет? Соус с чесночком. Или сельдерей и чеснок это вот. Сельдерей и чеснок. Ну, в принципе, все это можно сделать. Хочется что-то делать. А может быть, лимончика капнем просто? Можно лимончика? Можно, мне кажется, лимончика можно капнуть сметком. Почему? Вот. Потому что у нас здесь получилось идеальное сочетание яблока, моркови и сельдерей. И это дало такой вкус сочный, что, в принципе, никакого даже майонеза добавлять не надо. Да, очень вкусно. Ну, не хочется портить, да. Можно его съедать так. Можно и так. Согласно. Сделать и, допустим, какой-то, так как у нас вкус-то, первоначально такой сладенький, мы можем немножечко сладкий сделать. Поэтому для этой цели мы возьмем лимончик один. Угу. Вот. Угу. Угу. Вот. Это один из важных показателей работы организма человека. Если будет неправильно, слишком много, ну, будем говорить, скапливается воды, человек отекает. Если слишком мало, значит, он будет плохо себя чувствовать. Хотим, чтобы волосы были роскошные, кожа великолепная Великолепные едим 30 июня, день Мануила Назван в честь святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила Это родные братья исповедовали христианство Жили они в Персии За отказ от пребывания на языческом празднике их обнажили И положив на землю, беспощадно били суровыми ремнями по хребту и животу А потом повесили на мучилищном месте, высоко пригвоздив к дереву их руки и ноги И железными зубцами строгали все тело их На помощь пришел ангел Господень, и они перестали чувствовать боль Солнце сегодня долго стоит в зените и дает растениям силу для роста Поэтому и называли этот день ярилкой В древней Руси ярила Бог солнца В этот день человек становился уязвимым для темных сил По дворам ходит нечисть и жалобно воет Если выйти из дома, то она может навести порчу Верили, что нечистая сила может вселиться в обычное животное Например, в результате этого у коровы могло испортиться молоко Сегодня не разрешали ходить к озеру вечером Говорили, что у водоема сидит маниха или манья Которая красотой кушинок приманивала к себе красавиц и утаскивала их на дно Верили, что манья и ее дочь сегодня ночью ходят по дворам и заманивают людей в леса Чтобы отдать их лешему на погибель Приметы Гроза сегодня к хорошему рожаю Если кувшинки сегодня утром не поднялись из воды Будет похолодание и ненастье Вечером видна радуга, погода будет хорошей Кстати, а вы знаете, что такое водно-сливый обмен? Вы когда говорили, меня это заинтересовало И интересно, почему для пожилых людей, для молодых это не так актуально? Нет, это всем актуально Водно-сливый обмен Это один из важных показателей работы организма человека Если будет неправильно, слишком много, ну будем говорить, скапливается воды, человек отекает Если слишком мало, значит он будет плохо себя чувствовать Кстати, вот это не надо выбрасывать, вы знаете, это отличное средство Сидя перед телевизором, допустим, просматривая любимый фильм, можно туда вот так вот ноготочки запустить Отлично, вот уже пошла природная косметика Добавляем немножко мёда А вот какая реакция наступает, когда лимон соединяется с мёдом? А практически никакая идёт Ничего не разрушается? Это мёд разрушается только в кипятке Правильно, мёд разрушается только в кипятке Поэтому лучше при куску пейте с горячим чаем И ни в коем случае нельзя опускать Итак, мы с вами размешали То есть, ещё раз повторим Водно-солевой обмен Это способность организма у нас нормально работать При этом не обезвоживаться и не накапливать излишки воды А как это можно определить? Есть ли излишки воды? Вот может быть каким-то нажатием А, то есть вот мешки под глазами, да, обычно? Мешки под глазами, потом ещё просто-напросто на кожу нажимаем вот так вот Она должна быстренько восстановиться Раз, вот, восстанавливается А когда она медленно восстанавливается Это говорит о том, что она уже перестала работать Сейчас все сидят и проверяют Да И, кстати, препараты И бегут за сельдереем Да И, кстати, препараты из сельдерея используются для регулирования деятельности печени и почек Усиления половой функции Представляете? А у нас сколько сейчас таких людей, которые страдают? Ну, попробуйте, заставьте мужчину есть сельдерей всё-таки Ну, вот такой вот салат Вот большинство, всё-таки женщин, наверное, склонны вот к такой пище А так как мы его сделали сейчас и попробуем, а вкусен он или нет Ещё разок я пробую Так Что у нас получилось? Посмотрим Ммм Ммм Вот же Он стал более кисленьким И сладеньким Кисло-сладким То есть на все вкусы Боже мой, как же вкусно Боже мой, как же вкусно Попробуйте Этому способствует Естественно, прекрасное средство от ожирения Не ожиреете Поэтому на ночь Кушайте этот салат Он создаёт объём в желудке И вы, почувствуя насыщение, не будете переедать там печеньем, там тартам или ещё Значит, прекрасная профилактика от ожирения Атеросклероза То есть ещё полирует наши сосудики Правильно Сосудики у нас будут чистые И является, что важно подметить, профилактикой аллергии А это бич современных людей Но профилактикой, не лечением, да? Именно профилактикой Если вы будете постоянно есть такой салатик, то у вас, как правило, и аллергии не будет Потому что она возникает из-за того, что накапливаются различные вещества в организме, которые её вызывают А так всё, она раз и очищает Я поняла, что это мощный антисептик Антисептик раз Мощное средство омолаживающее два И прекрасное средство от ожирения три Кушайте такой салат Геннадий Петрович, ну ладно я, да, любительница вот такой пищи А вот, допустим, как мужчину заставить есть сельдерей? И мужчину можно заставить есть сельдерей Но для этого уже используется несколько иной Не столько клубень, а черешки Для того, чтобы он был вкусным, мы с вами сделаем особый майонез Поэтому делаем Майонез к мясу, да? Правильно То есть пока жарится шашлык И уже его с шашлыком Да, 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 в предвкушении вот это до запаха Ему в этот момент Так, что мы делаем? Мы берём сельдерей Раз, взяли сельдерей Теперь сюда берём сметану Добавляем сметану Мне нужно ложку Ложка, ложка здесь Ложечка, вот она ложечка у нас Или вилочку возьмите Ну давайте вилочку Так, сюда сметанку выкладываем И к сметанке можно всё Всё, хватит И к сметанке очень хорошо сделать Добавить, добавить, вернее, чесночок Чтобы получился остренький И очень интересное сочетание Вот такой вот зелёный сельдерей Черешковый Он даёт силу организму А чесночок ещё даёт страсть И соединение силы со страстью Делает человека Прямо какой-то роман Да, вот таким вот он будет А стебель сельдерей, наверное, нужно его чуть-чуть, да, вот так вот порезать Чтобы можно было макать, я так предполагаю Можно, можно порезать Порезать его Так Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Доброго здоровьица И до новых встреч